Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал! И это морской влог. Я в аэропорту Аликанте, еду на работу. Долгожданный, друзья, морской влог. Сейчас 7 утра. Давайте посмотрим, что там с нашим рейсом. И все подробнее расскажу. Так, вылет у меня в 9.20, в 9.10 на Мадрид, 95-97. Смотрим, это вроде здесь, там где большая очередь, 92-97. 97. Я думаю, что да, там где большая очередь. Лечу я в Бразилию, да-да, на МПСВ. Все, по сути, так же самое, как и в прошлый раз. Организация рабочего процесса, заявки, готовка вкусняшек и еще много чего интересного. Насколько я знаю, что на данный момент на судне бразильский кейтеринг, с которым я буду работать, точно количество экипажей пока неизвестно. Судно готовят проект. То есть, надо будет все проверить, проверить все оборудование, подготовить все должным образом к проекту, организовать рабочий процесс, проверить склады, проверить, ну, составить заявки, отчетности и так далее. Будет очень много интересных видосов, постараюсь вам показать много чего интересного, вот. Ну что, подписываемся, ставим колокольчики, пишем ваше мнение в комментариях, насколько долго вы ждали этот морской влог. И сейчас я буду проходить регистрацию на рейс, я уже зачекинился, выбрал места. В Бразилию, ну, я сейчас лечу на Мадрид, полтора часа, и в Бразилию еще перелет 10,5 часов, это капец. В Бразилии я был последний раз, это в 2016 году, вот. Так что устраивайтесь поудобней и приятного просмотра. Все, билеты есть, можно заходить. Багаж сдал, все четко. Летит прямиком до Бразилии. Надеюсь, не разобьют и не потеряют. Ну что, заходим. Как обычно, много всякого интересного. Очки, часы, духи. У меня вылет через час. Покажу вам аэропорт Аликанте. Я отсюда еще не летал. Ну, в принципе, все аэропорты одинаковые. Духи, очки, алкоголь, сувениры. Все в этом роде. Как обычно, лабиринты изначально. Дальше уже гейты идут. Ну-ка, сейчас. Надо выпить кофейку по традиции. Предстоит долгий перелет. Сколько получается? Сейчас полтора часа лететь до Мадрида. И потом еще десять с половиной часов. Игрушки. Покемоны. Лего-покемоны. Лего-динозавры. И уже начинаются терминалы. Ну, в принципе, аэропорт небольшой. Так, надо посмотреть, какой у меня гейт. 9-10. С-42. С-48. Это вроде в конце. Старбакс. Старбакс не хочу. Игрушки, закуски, бренды. Все как обычно. А, вон мой гейт. Там вот. Давайте вот здесь вот кофе закажем. Большой капучино в аэропорту Аликанто стоит 4,10. Дороговато. И он, как обычно, кипяток. Ну, вкусненький. Но очень горячий. Смотрите, здесь уже есть в продаже очки Ray-Ban Meta. С встроенными камерами. 329 евро. Что уже такие использовал? Напишите в комментариях, что скажете. Что там по качеству? Вот интересно. То есть, по сути, ты просто идешь в очках. А по факту снимаешь. Прикольно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну слушайте, должен я сказать, учитывая то, что камера в очках с наушниками, с костной проводимостью, она снимает очень даже достойно. Да, конечно, там нет такой прям супер стабилизации, что когда ты машешь головой, есть небольшое размытие. Но сам факт того, что если тебе надо, даже не если, а ты можешь снять все, что ты хочешь в любой момент, находясь просто в очках. Да, очень даже интересно. Как думаете, может взять на обзор, протестить? Напишите в комментариях, интересно будет или нет. Мне, например, очень интересно проверить, как она снимает, например, вот в формате блога. Насколько это будет удобно и качественно. Вот за вот эти вот темные очки 350 евро. За прозрачные линзы там 329 вроде. Ну блин, прикольно. Ну и цена как бы, учитывая то, что это камера в очках с наушниками, вроде как наушники BASE, очки-наушники, стоят дороже. Либо в таком же ценовом сегменте. Короче, напишите ваше мнение в комментариях, стоит ли брать на обзор или нет. Так, у меня место 10D. Бля, давайте искать. В этот раз не бизнес-класс. Тут самолет такой маленький, смотрите. Красиво. Просто потолок ухо. Вот, до сюда. Там, где-то, где-то... тех любое. Трансп Carbonny. Транспir Ife. Транспартон, не мой дорогой. Транспиво. Ala 140 в 13 муке. В Sylтакиna. В Транспир Транспир Добро пожаловать в Мадрид. Быстро прилетели, надеюсь так же быстро пройдет и следующий перелет. Ну что, друзья, аэропорт Мадрида. Да, как обычно встречают разными дьютифришными товарами, но мы идем к нашему гейту, прикольно, ну очень удобно, я вот зачекинился на сайте авиакомпании, мне по прилету пришло сообщение, какой у меня следующий гейт, то есть даже к телеку можно не подходить, не смотреть, по номеру рейса не искать, уже все написано. Так, мне в эту сторону С-10. До вылета у меня еще 2 часа, чуть меньше, поэтому думаю, что успеем еще прогуляться, походить, посмотреть. Тоже аэропорт не особо большой, вот смотрите, он у вас по сути длинный. Вот в эту сторону, в ту сторону тоже идет. За окном горы. Хочу поделиться своим впечатлением по поводу камеры, поделиться опытом использования. Она удобная в плане съемки, да, то есть она за тобой следит, все такое, но она не практичная в плане быстрой съемки, то есть чтобы ее достать и начать снимать, всегда должны быть свободны две руки, потому что без кейса ты ее не кинешь в сумку, может поломаться стабилизатор. Вот, а когда кидаешь в кейс, ты должен достать ее в сумке, достать ее с кейса, положить кейс в сумку и начать снимать. То есть это не особо практично, в плане экшн-съемки, какого-то моментального кадра, чтобы запечатлеть что-то. Если ты вот так вот включил себе, микрофон у тебя подключен, пишет, вот он снизу на мне, не надо его поцеплять, подключать к камере, все по блютузу, вот это обалденно. Но момент в том, что доставать ее неудобно. Так, почти пришли. Вот и мой гейт. Все, отлично. Первым делом надо найти гейт, чтобы знать, где идет посадка. А дальше до вылета можно прогуляться. Бургерные тут, сэндвичи, поддоги. И, конечно же, магазинчики небольшие. Тут прям очень много людей. Что тут интересного есть? Ничего, да? Сладости. Ну вот, смотрите, таблерон. 12,90. 18 евро, если брать 2. Харибу. 5 евро. Сувениры всякие. Комбо-меню. Сэндвич, напиток и закуска, либо десерт. Шоколадка, типа. 9 евро. Магазинчиков тут не так уж и много. Так что пошли. Ждать уже вылета. Идемте еще сувениры посмотрим в Дьюти-фри. Футболки. Кружки. Вон, железная. Я, кстати, забыл свою кружку дома. Вот что я не взял. Прикиньте. Здесь она стоит 13 евро. Термокружки. Бутылки. Мягкие игрушки. 13,50. Вот такой бычок. Вот еще. Бет Торо. 11,50. Прикольная кружка. Термокружка. С двойными стенками. Вот такие вот цены. Смотрите. Все в скидках. 29,95. Любой одеколон, который вы хотите себе. Очки. Причем здесь классические Ray-Ban. Вот эти, например. 169 евро. Эти 169. И эти 169. Можно сказать, все модели по 169. А вот эти вот 149. Понятненько. Это у нас что? Полароид. 69 евро. Разные наборы. Вот тоже набор. У меня такие есть. Versace. Boss. Пакарабана. Гуси. Миллион. Гуси, гуси. 100-130 евро. Гуччи. 141. Дизели. 40. Огромный выбор. И все по скидкам. Смотрите, большое количество салатов. Вот кино с лососем. Нут с тунной. Ростки сои. Почем? По 13,85. Манго. Фрукты. С хумусом. Можно и полезно перекусить. Я думаю, что в аэропорту... В аэропорту в самолете будут кормить чем-то вкусным. Я данными авиакомпаниями еще не летал. Будет интересно посмотреть. Вам показать, чем там будут кормить. Все, пошли уже к нашему гейту. Так, еще 10,5 часов. И мы в Бразилии. Ну вот, отойдя на эту машину. Так, 33L. Хоть окна будет. Смогу поспать нормально. Я надеюсь. Подушечки. Открывала. Так, 33L. 33L. Вот мое место. Вот. Так. Ну что, готовимся к полету. Татрушечка на месте. Покрывала. Пахнет свежестью. И также здесь у нас... Так, на английский давайте. Есть экранчик. Зарядка. Можно посмотреть разные фильмы. Думаю, что да. Муис. Горилла Конг. Вот, пожалуйста. На разных языках. Детский контент. Классика. Дэдпул. Классика. Ну, все понятно. Сколько осталось времени в полете. Есть Wi-Fi. Все. Устраиваемся поудобней. Полетели. Смотрим еще, что нам принесут на обед. Скоро будем уже вылетать. И... Есть маленький нюанс по прилету в Бразилию. То, что когда я... Ну, перед вылетом я узнавал, что запрещено провозить с собой. Ну, для информации. И там был пункт техника. Который я и искал. Можно провести, если техника не из Бразилии, один ноутбук, одну электронную книгу, один радиоприемник, одну видеокамеру, одну фотокамеру и одну аудиооборудование. Типа микрофон, насколько я понял. И... Момент в том, что у меня с собой две камеры. Вопрос. Придется ли мне платить налог на камеру, который составляет от 20%? Это около... Ну, больше 100 евро. Я не знаю. Но очень интересно. Информация по поводу этого очень мало в интернете. Узнавал через знакомых тоже. Ну, с этим никто не сталкивался. То есть... Но, с другой стороны, много журналистов летает и блогеров в Бразилию снимают разный контент. Может быть, это имеется в виду новая техника? Но это мы узнаем. Так что не переключайтесь. Очень интересно. Играет музыка. Так, надеюсь меня хорошо слышно, если я обед, тут у нас курочка, курочка с пюрешкой, пудинг-шоколадный, по классике салатик, хлебушек, водичка и кола, все, приятного аппетита! Перенесли перекус, хлебные палочки, оливки с чесноком, зеленью и сыр, лететь у нас еще 4 часа 40 минут, капец! Так что там крайний перекус, такой сэндвич с печеной и кока-колой, и время у нас осталось до прилета, 59 минут, наконец, даже фокус устал! Все, идем, крайний перекус! Вода играет, и у нас в Бразилии! Как же я ненавижу долгие перелеты! Это капец! Это капец просто! Все тело немело, засидело, все болит! Так, добро пожаловать в Бразилию! О, друзья, друзья! Теперь идем за чемоданом, надеюсь, он прилетел в том же состоянии, в котором я его отправлял! И затем проходим паспортный контроль, и надеюсь, друзья, держите кулачки, что не будет никакой инспекции проверки досмотра дополнительного, и я спокойно пройду с камерами! Без дополнительных пошлин и доплат! Очень на это надеюсь! Погнали! Так, идем забирать чемодан! Сейчас местное время 6 часов, 5 часов разница с Испанией! Забираем чемодан, и меня должен встречать агент, который отвезет меня в гостиницу, а завтра уже на судно! Так что, будет возможность хоть отдохнуть и выспаться! Но, перед тяжелыми трудовыми путнями, новыми выпусками морского влога и новыми рецепциями! Да! Чемодан забрал, все нормально! Пришло на почту сообщение, так мельком глянул, что по ходу судна сегодня, ну уже точнее в 6 часов, ушло в другую, в другой порт! Так, на чем я остановился? Попросили убрать камеру и снять кепку, ничего не проверяли, ничего не отобрали, все отлично! Так вот, пришло письмо, что судно уже ушло в другой порт, и еще 3 дня, то есть сегодня ночью, и 3 дня я буду еще в гостинице! И на четвертый день уже поеду на судно, прикиньте! Вот! Так что... Тигра ставят, пантеру! Так что, друзья, поехали в гостиницу! Там вроде я не увидел агента своего, сейчас еще раз проверю, но если что у меня есть его номер, наберу, сейчас разберемся, который должен меня отвезти в гостиницу, потому что у меня вроде нету ваучера! Ну, может в этом новом письме есть ваучер в гостиницу, но до этого не было ни названия гостиницы, ни букинга, все у агента! Сейчас выйду на улицу, посмотрю, может там ждет! А вон там делают, мужик, чай, кофе, капучино, бутерброды, там у него термосы стоят, соуса! Да! Прикольно! Бразилия! Добро пожаловать! Рио-де-Жанейро! Так, встретил агента, сейчас решаем информацию по поводу гостиницы, дальнейших действий, потому что только что информацию эту обновили и пока еще никто не в курсе, так что ждем! Все, позвонил агент, сказал, что опять все поменялось и едем сразу на судно, все решили, так что погнали! Все, я уже в порту, сказали подождать 30 минут и посадят на судно! Зарегистрируют и отведут! У них тут сейчас зима, водитель говорит, что холодно, 23 градуса! Хорошая такая зима! Так, друзья, принимаю дела, тут, короче, все немножко по-другому, чем мне рассказывали, но я вам позже все расскажу, сейчас поднимусь на мостик! Короче, вкратце! Ну, отнес сейчас документы на мост! Людей здесь много, 80 человек экипаж с клиентами, подготавливают судно к проекту! Здесь полностью бразильский кейтеринг, здесь есть комбоз, который заведует полностью документацией, заявкой и так далее! Я, получается, старший шеф контролировать полностью приготовление всех блюд, чистота, оборудование, распорядок и так далее! Качество, сервис! Но маленький нюанс, что бразильский кейтеринг не разговаривает на английском, а на португальском, бразильском! Маленький нюансик такой! Ну, поляк-сменщик сдал мне дела, рассказал все! Не знаю, получится ли снимать на камбузе во время работы, посмотрим, потому что там музыка играет, у ребятам своя атмосфера рабочая! Ну, камбуз такой вместительный, много оборудования, пока все чисто, надеюсь, так и будет! Камбуз девушка, тоже не говорит на английском, говорит, там, на пальце говорит, если что, через переводчик, все нормально! Посмотрим! Буду держать вас в курсе, друзья! Так что обязательно подписывайтесь и ставьте лайк, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие ролики! По возможности буду вам все рассказывать, все снимать! Дали мне отдельный лаптоп для отчетности всей, чтобы кейтеринг соблюдал правила компании! Вот, так что приятного просмотра! Дальше будет еще интересней! Я пошел отдыхать! Завтра смена начинается с 6 утра, так что надо выспаться! До встречи! Ну что, доброе утро, друзья! Добро пожаловать на морской влог! Как же организм сейчас в шоке, вы себе не представляете! С учетом этой разницы в 5 часов! Я, получается, уснул где-то в 11! Ну, уснул, лег спать в 11! Это по Испании 4 часа утра! Проснулся в 5! Это 10 часов утра по Испании! Я так поздно не вставал и так поздно точно не ложился! Ой! К этому еще предстоит привыкнуть! Ну что, ревизор в деле! Погнали проводить инспекцию, контролировать работу! Проверять, чтобы все было хорошо, в порядке и работа выполнялась должным образом! Постараюсь его все снимать! Очень много людей, клиенты на борту и так далее! Посмотрим! Погнали! Очень хорошо, что отдельная каюта! Потому что людей на борту много! И могло быть такое, что каюты будут совместные! Но повезло! Вот! Тут еще есть небольшой спортзальчик! Потом сходим! Но потом и каюту покажу и спортзал! И они приобретают! И уходы! Я в Казах! И я в Казах, как тут расскажу! Покажу всех, как будут 할 zien! Режиссер, как раз! И теперь вот! Да! А еще один милый! С材, как раз! И теперь я проверю! Уходи на вязание! Да! Вот так вот! Сейчас я тут еще к чему, это все! И я всегда работаю! так друзья тут играет музычка я сделал себе кофеек здесь вот разделочный цех мясной заготовочный сейчас подожду камбоса обсудим дальнейшие дела моменты по работе организационные тут склады холодильник морозилка ну тут драйстор морозилка 1 2 холодильник но потом все расскажу более детально покажу постараюсь конечно если будет свободное время вот вот так пью кофе жду камбоса и иду работать надо все проверить все записать провести инвентаризацию рассмотрим так что давайте друзья видите вкусняшки заварите чаек и приятного просмотра вот у нас спортзальчик вот такой вот смотрите какая красота новейшие аппараты гребля лыжи велосипед дорожка скамейка тренажер еще один велосипед еще один велосипед красота будем ходить заниматься идем покажу прочку так вот у нас прачечная здесь она будет сделать влажную уборку хорошо две огромные стиральные машины две сушки да да а это чтобы медитировать сидишь себе вот так вот медитируешь крутится думаешь о своем веке тяжелее ты проваливаешься в сон так такие дела идем дальше работать был так что у доктора у медика это капец он сказал сбрить бороду потому что за бородой на камбузе нельзя такие правила клиентов что и снять часы вот так так что буду я теперь выглядеть на 10 лет моложе без бороды я вам хочу сказать что очень непривычно то что никто не говорит на английском даже немного то есть не горят от слова совсем даже некоторые не понимают типа окей кут цифры то есть еще и португальский учить вместе с испанских так ну что друзья сел перекусить попить кофейку поговорила короче с камбосом но как поговорим по переписывались через переводчик но не суть насколько я понял на данный момент здесь я европейские грубо говоря чистю от камбос бороду мне сбивать не надо это уже хорошо потому что готовить я не буду мои обязанности заключаются в том что я буду контролировать полностью выдачу блюд как они обращаются с оборудованием уборка и много то есть как я и говорил контролировать организовать рабочий процесс ну точнее поддерживать организованный уже рабочий процесс что все было в порядке и сдавать отчеты в компании то есть здесь получается бразильский кейтеринг местной компании со своей компании я должен буду отправлять им отчет проделанной работе и то что здесь происходит все ли в порядке все ли хай стандарт сейфти и так далее заявка и занимается камбос и в принципе надо будет сделать инвентаризацию проверить что то здесь есть чего здесь не хватает что по продуктам что по инвентарю и так далее единственное что рабочий день здесь с 6 утра до 8 вечера но с перерывом после обеда конечно же но это вставать в 5 утра приводить себя в порядок учитывая то что еще пять часов разницы ничего привыкнем все дали добро на съемку камбос не против старпом не против все нормально буду снимать по возможности показывать конечно же что они выдают чем кормят вы пишите ваше желание в комментариях что вы хотите чтобы я вам показал вот на борту сейчас 41 человек проектный экипаж приехал еще не весь еще подготавливают проводят тесты проверяют все перед проектом в основном так что перекушу пойду дальше заниматься документами надо почитать с нам не распечатала мануалы политика бразильской компании это все прочитать изучить и исследовать уже правила так что так до встречи не переключайтесь на обед была такая вот закуска пирог с сыром и овощами уже выдают обед ну на обед на кофе тайм была закуска сейчас выдают уже обед тут у нас рис здесь у нас мясо соусом говядина печеная картошка с беконом под сыром молодцы макарошки тут будет еще обычный рис и салат-бар вот такой вот морковка с горошком свекла с кукурузой и обычный салат с капустой плюс суп суп с макаронами так все готово уже на обед фасоль тут уже все украсили рыбка рис обычный рис заправленный маслинки соус налили томатный все ну и салат-бар также фрукты как зашел на склад тут конечно есть вопросики она будет перебрать фрукты все навести здесь порядок здесь мясо на разморозку стоит на завтра провизия должна приехать насколько я знаю тут капец что творится это все надо перебирать плюс еще не закрывают двери нормально тут все перемерзает следите следить блин кабачки и баклажаны тоже уже все так надо все перебирать это не дело прибрался немного в каюте подмел помол стены идемте посмотрим как там час обед проходит еще где-то часик будет обед а потом будет тревога тут все убрали тут все кушают все нормально все все поели провели сейчас учебную тревогу от себя то будут убирать можно идти уже отдохнуть до трех часиков потом опять работать короче только отошел отдыхать и не тут-то было сломался холодильник с молочкой овощами овощной холодильник и пока его починят переложим сейчас все продукты такие холодильники чтобы они не испортились потому что в том холодильнике сейчас 20 градусов должно быть 34 вот так вот все перекладываем плотничком перекинуть сыр разморозили морозилку потому что холодильник потому что он весь во льду был то ли из-за того что кто-то оставляет его открытым покрылся льдом и больше температура не опускалась а держалась 20 градусов то ли резинка которая здесь стоит здесь вот ее поменяли на другую не справляется и проходит все равно температура уходит с холодильника ну не знаю сейчас вот разобрали посмотрим то есть буду следить чтобы холодильник часто не открывали сейчас тут быстренько все помоют и берут основные продукты мы уже раскидали по холодильникам что-то в морозиллу кинули на время так что посмотрим самого начала контракта уже какие-то приколы как всегда работал макия так я еще не видел чтоб делали бургер то есть он раскатал фарш и выдавливает по форме а затем уже выкладывает на противень интересный способ раскатать выдавить чем расфасовать и формовать но что-то они не получат совершенно ровные когда он их на лопатку подбирает короче разобрались с морозилкой все обратно сейчас сложим проверим потом разобрались и подключили уже мид грайнер который извлечает отходы пищевые и копит их танки дальше ну в принципе по чуть-чуть разбираюсь адаптируюсь конечно вот это вот общение общение через переводчик очень странно и неудобно и то есть это капец ладно разберемся что делать так пошел дальше это я еще к документации не подобрался столько организационными моментами занимаюсь так что друзья еще больше интересно у меня на канале немножко вам красивых видов атлантического океана южной его части что время уже найдем для посмотрим что ребята приготовили на кофе тайм был были вот такие вот бутерброды с грибами сейчас жареный лук сегодня должны быть бургеры вроде как по меню курица жареная с овощами рис пресный рис соленый так перекинули часть в морозилку там сыры мясо то что много достали сейчас это вот все перебирают убрасывают мусор потому что походу тут никто ничего не убирал и ничем не занимался до моего приезда все по убирали сейчас еще влажная уборочка и можно запускать вот теперь я понимаю что ребята работают как они до этого были здесь капец вот гринда тоже запустили работает тут emergency стоп включили кнопочку нажали на работа все работает отлично 30 секунд на первой кнопке автоматически выключаются настрой кромки 70 секунд тоже выключаются булочки для бургеров и картошка free подогревается для пьем тут сейчас будет жарить бургеры и котлеты на бургеры вот первая партия уже готова я бы например не делал бы как он например формы уже следующий раз объясню покажу я бы формировал все такие вручную каждую по отдельности они раскатывал тесто но этот вот фарш на столешнице потом формочкой выдавливал потому что когда ты поднимаешь она все равно меняет форму и получаются разные котлеты когда ты формуешь по одному весу и потом уже разминаешь перед жаркой либо сделал формы на пергаментном листе затем уже взял например их расформировал на пергаментный лист и в морозилку они все схватились и все это и жаришь уже подмороженные котлеты отлично получаются держат форму яйца потому что некоторые встают у них это завтрак ну и все тут такой небольшой салат бар сейчас что даже с суммой на питание не определились потому что тут все только приехали по сути проект еще не начался еще не понятно бананы пойдут на десерты тут у нас есть пекарь которые делают вот булочки печеньки хлеб булочки для бургеров сладкие булочки вот он этим занимается поэтому отдадим это все на кексы наверно посмотрим на 8 поговорить что он может сделать если что покажу он все если что есть тостовый хлеб вот так и картошечка вот такой вот уже сегодня сегодня как мне объяснила комбо саша что ну комбо с девушка комбо саша правильно она сказал что сегодня в бразилии день бургеров поэтому вот так вот не знаю правда или нет тут кстати бразильский рис это филиппинский рис вот так так что приятного аппетита ну что друзья вот такой вот рабочий день такое видео сегодня получилось буду вам снимать показывать как проходит мои рабочие смены что я делаю чем занимаюсь как организовываю все вот вы пишите свои вопросы в комментариях чтобы вы хотели чтобы я вам рассказал и я это обязательно расскажу в следующих роликах вот постараюсь показывать вам больше делиться больше больше информации ну по возможности понятное дело вот но все напишите я на вопросы в следующих роликах отвечу вот ну ролики будут выходить немного с задержкой потому что очень проблема с интернетом ну здесь лимитирован интернет на карточке у меня есть интернет но когда мы в работе сиденье вот поэтому буду выгружать ролики по возможности контракт у меня 4 недели вот так что всем огромное спасибо за просмотр друзья ставьте пальцы вверх обязательно подписывайтесь на канал ставьте колокольчик чтобы не пропустить новый ролик и до встречи увидимся в следующем видео и и мое лидер поломался за ночь отлично просто доброе утро друзья новый рабочий день идем проверять завтрак писать температуру и проверю как раз холодили все ли нормально за ночь и не оставили его открытым и сломался ли он опять нормально где же температуру и так далее так что погнали всем приятного просмотра так здесь у нас посолька а нет это какао да какао овсянка сосиски в томате жареные бананы яйца рис ну и нарезки тут уже идет сыр мясо сыр и фруктов так что идем пить кофе бидон кофе так все чисто все отлично молодцы nice good я все четенько молодцы сегодня еще помогу ребятам прибраться расскажу покажу как оно должно быть чтобы они просто поддерживали чистоту и раз неделю делали генеральную уборку уже были вытяжку это вот уже чистенько и здесь тоже вытирали посмотрим холодильнике так 0 градусов смотрим отлично ничего не замерзла все холодное все супер кстати бутерброды на кофе-тайм тут на до обедней пофетаем идет выпечка после обедней и вечерней идет бутерброды моник поломалась гриндер поломался за ночь и вот вот и вот я все и и и и и и Надо звать опять электришина. Короче, за ночь выкидывали туда мусор, ну, пищевой. И все. Ночь поработал, больше не работал. Э, финиш. Короче, не все так гладко. Будем опять разбираться. Так, тут у нас 3 градуса, 3 градуса. Уже перекинули все обратно. Отлично, вставили нарезку. А здесь еще не перекинули. Но работает. Хорошо, не перегрузили его. Так, 4,3 градуса. Все, окей. Тут тоже, получается, температура пишется с термометра. И с лазерного термометра температура самого продукта измеряется. Вот, то есть, направляешь, пишешь, какой продукт ты измерял. И какая его температура внутри холодильника, либо морозилки. Я надеюсь, меня хорошо слышно. Так, надо сейчас эти все коробки перекинуть в холодильник. Потому что тут уже мухи летают, капец. Да, конечно, работать ребята не хотят. Ладно. Сделаем. Так, поговорил с комбоссершей. Узнал номера кают, которые ребята убирают. Надо будет сегодня пройти, пробежаться, посмотреть, знают ли они принцип уборки кают. Потому что тут разные правила уборки для разных клиентов. Так что надо соответствовать стандартам, выполнять все условия и правила, чтобы не было замечаний и прочее идти по списку. Температуру я проверил. Каюты я проверил. Надо будет в течение дня еще записать температуру выданной еды. Вот, разгрузить повара. И вытяжку они вчера помыли. Молодцы. Плюс тоже обсудили насчет, ну, с комбоссом обсудили насчет генеральной уборки, как это все должно проходить. И чтобы они выполняли, делали как бы на окончание смены влажную уборку. Потому что я с ним поговорил, она говорит, что сейчас смена новая, это не ее команда. И они не до конца знают, как надо работать. То есть каждый делает, что хочет. Полностью время правильно распределить они не могут. То есть они носятся, бегают и не успевают ничего. Они не знают, как заканчивать смену, как начинать смену. То есть они просто вот пришли, один там готовит, другой там что-то помыл, потом вернулся, опять готовит. То есть, ну, бардак. Вот, мы сейчас это все обсудили. Пусть плюс потихоньку я как бы тоже через переводчик начинаю с ними общаться. Слышат, понимают. Посмотрим. Надеюсь, все будет нормально. Давайте прогуляемся по сухому складу. Покажу вам, как тут все выглядит. Плюс мне надо померить продукты. Так, смотрите. Здесь нельзя просто вот зайти, взять, что тебе захотелось, да, и пойти готовить. Все согласно меню. То есть вы берете продукт, например, табаско, да, и записываете его в список. И этот продукт должен соответствовать, ну, согласованному меню. Вот, понятно, что есть исключения, типа там соусы на выдачу, масло на выдачу, да, на столы в месрум. Но просто так, типа, взять вот себе шоколадку поесть нельзя. Шоколадка такая. На торт. Вот, ну, смотрите, соусы, бобовые на русском. Приправы. Вот таким образом здесь работа происходит. Вот. Друзья, вот такой вот морской влог. Вот такие вот обязанности сейчас на данный момент не всегда столько готовить, правильно? Может, в следующих контрактах посмотрим. Либо здесь буду работать дальше, либо уже в новом проекте, ну, с новой командой. И, может, там буду готовить, посмотрим. Вот. Ну, может, и здесь буду готовить. Но пока что непонятно, какая сумма на человека в день. И непонятно, можно ли отклоняться от меню проектного. Потому что я общался со сменщиком. Наши просили сделать что-то другое. Но все согласно регламенту. Меню утверждается проектом. И, как бы, что-то вносить свое. Либо, там, делать, там, тот же борщ. Тут европейцев очень мало на борту. Поэтому это не так уж и просто сделать. Вот такие дела. Вот. Так, пошел я дальше. Проверять и записывать. Ну что, друзья, давайте сделаем обзор каюты. Заходим. Каюта небольшая. Но главное, что живу отдельно. Сам холодильник перенес отсюда. Он был под столом. Но с этим холодильником очень неудобно здесь сидеть. Даже ноги не помещаются. И стол низкий, что сесть ровно нельзя тоже. Неудобный, короче, стол. Почему-то сильно низкий. Такая вот у меня рабочая зона. Вчера подключил HDMI, проверил. Можно смотреть здесь фильм. Лежа на кровати. Кровать стандартная. Вот. Еще одна рабочая. Точнее, даже зона отдыха. Тут у меня витаминки всякие. Жена подписала, когда что пить. С утра, с утра. Надо будет сейчас, кстати, выпить витамины. Вот. Шкаф. Люмик. Вот такой вот вид. Вот так вот. Кондейка дует просто бесперерывно. Ну, блин, очень жарко в Бразилии. Душ. Туалет. Все скромненько. Вот такие дела. Вот такая вот каюта на 4 недели. Я узнал, ребята, которые сейчас работают в Marine Crew, они на 6 недель. Но они уже 2 недели, как здесь. То есть, меня сюда послали на 4 недели, чтобы я попал в их shift. И мы потом менялись уже каждые 6 недель. Вот. Ну, если меня утвердят здесь в проект. Потому что должен быть Crew Cook на борту. А до меня, ну, был. Но они хотели его убрать. До меня был сменщик, которого я поменял. Но проект-менеджер хотел его убрать и оставить только бразильский Crew. Ну, по регламенту так нельзя. Пытаются договориться. Посмотрим, как договорятся и как дальше будет. Буду ли я дальше работать в этом проекте или нет. Пока непонятно. Но, на данный момент, я связующее звено между бразильским камбузом и нашими офицерами европейскими. Потому что они не знают английский. А я знаю, что там происходит на камбузе. И любой вопрос я решаю уже с капитаном или с торпомом напрямую. Не спрашивая у них, как это, как что, как то и так что сломалось. То есть, я уже это вижу, уже это определил и уже иду решать сам. Потому что они не могут ни позвонить в машину, ни сказать, что выключите холодильник, потому что он замерз. Включите холодильник, потому что там продукты. Они просто, как бы, просто есть. Короче, очень интересный проект. Точнее, контракт. Первый раз такое, чтобы никто не говорил на английском. В большом количестве. На борту есть проект-менеджер, который единственный говорит на португальском и на английском. Который всем переводит во время тревог. Когда мы играем тревоги, проводим. Очень интересно. Вот такая вот специфика работы. Такие нюансики. Я вам показываю, друзья, эксклюзив. Рассказываю, делюсь. Так что поддержите меня лайком, подпиской на канал обязательно. Если вы не подписаны до сих пор, не понимаю почему. Вот. И мы идем дальше. Сейчас выпью витаминки и пойду обратно. Друзья, смотрите. Приготовили такие сырные булочки. Они называются поунчикей. Это бразильские национальные сырные булочки. Очень популярные. Сказали мне обязательно попробовать. Посмотрите. Какие воздушные, мягчайшие. Еще горячие. Давайте ворваем. Ммм. Да. Очень вкусно. Найс. Найс. Отлично просто. Рецепт. Отличная штука. Очень вкусная. Сырные хлебные булочки. Очень сырные. Так, возьму для вас рецепт, друзья. И потом как-нибудь в отпуске обязательно его покажу. Если хотите, то напишите в комментариях, чтобы я понимал, интересно вам это или нет. Но рецепт обязательно возьму. Даже для себя. Еще сказала, что вот этот вот маньока, касава, очень популярный продукт у них, корень. И из него готовят очень много разных блюд, в том числе и кексы. То есть это хороший заменитель муки. И на его основе делают очень много всякого интересного. Оно очень полезное. Сказала, что завтра приготовят что-то из него, чтобы я попробовал. Так что покажу вам. Так, сейчас будем выдавать обед. Заполняю температуру. Буду мерить температуру продуктов, еды на выдачу и записывать для отчетности. Вот, кстати, одно еще из национальных блюд Бразилии. Фарофа называется. Оно тоже готовится из корня маниоки, измельченный и поджаренный. Тоже подается как гарнир к мясу. А это у нас шушу. Шушу? Шушу. Шушу или чайот. Это такой фрукт, жареный. И подается с беконом и сыром. Как качество гарнира. Тоже очень популярное блюдо в Бразилии. Рис? Рис? Рис. И бразильский рис. Также пресный филиппинский рис. Так, меряем температуру. Ребята, вы упали. Курочка у нас запеченная. Ооо, как он долго работает. Так, ну, около 65 градусов. Отлично. Так, все меряю и записываю. И, конечно, зажаренная печень с лучком на гриле. С картошечкой и помидорками. Салат у нас сегодня табуле. С мелким булгуром. Здесь у нас просто овощной салат с капустой. И также вот такая вот сальса с кабачками, помидорами, луком. Небольшим количеством масла. И десертик шоколадный. Вот и печень на гриле с овощами. И яичками. Все, приятного обеда. Сейчас будем уже запускаться. Открываться. И подавать. В принципе, вот это вот моя зона рабочая. Зона шефа. Вот, выдаем себе здесь. Документы здесь заполняю по температуре. Вот, и все прочее. Как в ресторане тоже зона выдачи есть такая. Большая, просторная и удобная. Так, хочу сейчас замыть фритюр, чтобы он блестел. Так что, смотрите, какой он до. Вот, и показать ребятам, чтобы все оборудование было в таком состоянии. Все, одну сторону уже отмыл. Вообще шикардос. Сейчас еще вот это все надо отмыть. Посмотрите, какой тут капец внутри. Чтобы вы понимали, этот фритюр не используют. То есть, под проект запрещено делать что-то ожаренное в масле. То есть, ну, такая политика компании в проекте. Но, блин. Хорошо, не используйте фритюр. Замойте его и оставьте его чистым. Посмотрите. Он ржавый, посмотрите. Ё-моё. Там скоро возродится новая жизнь. Да, беседы тут точно не помогут. А тут вообще масло, охренеть. Извините за мой французский. Капец. Ну, это же другое дело. Сейчас вытру емкости и поставлю. И все. 20 минут и все готово. Чтобы надо было довести его до такого состояния. Надо будет, чтобы все вот здесь вот потом замыли. Чтобы не было вот этих вот потеков. Это все влажная уборка. Каждый вечер делается и убирается. А вот это вот уже жир. Так, пока обед идет. Фритюр чистый. Пойду схожу в спортзальчик. А потом пообедать. Такие дела. Ну что, отдохнули. Уже поработали. Перекинули все в холодильник. Навели тут порядок. Все разложили. Не просто забросили, а все перебрали. Все поставили. Здесь овощи. Здесь фрукты. Здесь овощи. Эту зону пока оставим свободной. Снизу все на палетах. Вот, везде стоят стикеры. Вот, теперь работать можно. Теперь все в порядке. Так. Здесь все отлично. Свежая сзади. Старая спереди. В порт мы зайдем... Когда? Через два дня получим новую провизию. Тебе осталось следить, чтобы они, блин, закрывали двери. Потому что камера работает отлично. Ничего не пропускает здесь. Все четко. Вот. Температуру ночью держала 2-3 градуса. Так что проблема тут. Тут надо будет тоже поубирать все. А, ну конечно. Какой-то умник закинул сюда спрайт в морозилку. Класс. И спрайт разорвало. Ладно, разберемся. Здесь у нас готовится курочка в соусе. Чикен. Чикен. Как он лапит в прангу? Гуд, гуд. Тут томатный соус. На кофе-тайм сегодня были вот такие вот горячие бутербродики. Ветчина-сыт. Которая я вам до этого показывал уже. Так. Тут все чисто. Свободности везде хорошие. В холодильник все расставили. Йогурт. Масло. Такое вот масло. Маргарин. Сливочный сыр. Сливочный, творожный сыр. Типа Филадельфия. Йогурты. Разные. Питьевые йогурты. Истинные. Кока-кола. Молоко. Соки. Это что-то типа Липтона. С персиком. От Кока-колы. Местный спрайт. Местная фанта. Вода. Соуса. Все четко. Здесь тоже разбиты хлопья, печеньки. Все есть. Вот такой вот TV room. Тут пятая Сонька стоит. Игры. Телевизор. Ну и все. Больше ничего нет. Небольшая зона отдыха. Так, ну что. Время ужина. Проверяем температуру. Здесь у нас курица в сливочном соусе с грибами. Здесь у нас печеная картошечка с луком. И челагач тоже с луком в томатном соусе. Так, ну отлично. Сейчас все проверю. Запишу. И будем открываться. Так, ставим гарнир. Они вот каждый день едят эту маниолку. Фасоль и рис. А для европейцев делают картошку, макароны и так далее. На салат. Салат-бар сегодня огурчики, капусточка и нарезанные свежие огурчики с помидорками. И десерт пудинг. Все. Вот такой вот салон. Все чисто. Все столы протерты, продезинфицированы. Отлично. Что там у нас снаружи? Ничего не видно. Вот так вот, друзья. Так, ну что я хочу вам сказать, что это ремонтируется, потому что он забился. Непонятно чем. Забился слив. Тут вода выходит наружу. Тоже непонятно, кто это сделал и что туда кинули. Потому что вроде бы все убирали, все выбрасывали в мусор. Вот эти вот охладительные напитки взорвались в морозилке. Ну, так, в принципе, за сегодня больше ничего интересного. Будем это все решать. Будем беседовать, объяснять, что так делать нельзя. Вам тоже, к сведению, кока-колу, спрайт и фанту в морозилку ставить нельзя. Любую минералку. Она взрывается после того, как лед расширяется, емкость лопается. Это все идет наружу. Так, вот столько вот мусора после того, как перебрали холодильник с овощами. Ну, а так, в принципе, больше ничего за сегодня. Так что, друзья, я думаю, будем на этом заканчивать. Каждый день у нас насыщенный. Вот. Весело. Так что подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Дальше будет еще интереснее. Я надеюсь, без приколов. Доброе утро, друзья. Вчера не снимал, потому что была проведена беседа с персоналом о том, что необходимо соблюдать правила, график уборки, делать генеральную уборку еженедельную. Особенно на смену экипажа. Она у них раз в две недели. И вот как раз сегодня смена экипажа. Вчера они все замывали. Замывали палубу, лестницы, каюты оставшиеся. Замыли весь камбус, подволок, переборки. Все замыли. Холодильники перепроверили еще раз. Плюс было небольшое замечание от судового экипажа, от Marine Crew по поводу завтрака. Вы видели, что яйца выжаренные просто в сухари и их просто тупо нажаривают в большом количестве. Их никто не ест, их в том выбрасывают. Должно быть как бы разнообразие должно быть в яйца. То есть и скрэмбл, и омлеты, и жареные, и отварные. Но чаще всего отварные просят, чтобы были на постоянной основе, чтобы был либо жареный, либо отварный. И я поговорил с камбосом, чтобы мы пересмотрели вариант подачи завтрака и делали по-другому. Кофе. Тут уже, ну я спрашивал, когда начинал снимать, типа не против ли шею снимать. И уже почти все знают, что я блогер и все дела. И у меня есть ютуб канал, и уже бразильцы начинают подписываться на мой ютуб канал. Вот так вот. Теперь каждый подходит, а можно сфоткаться, можно подписаться. Типа как еще раз канал, а инстаграм есть. Так и работает. Так, сегодняшний завтрак состоит с овсянки, какао, опять вареных бананов, ананасов. А нет, то уже очищенные вареные бананы. Да, панкейки, скрэмбл, рис всему голова и нарезки. То есть у нас тут дынька, сыр фета, брынза точнее, и мясо, сыр на сэндвиче. Пойдем посмотрим, как они вчера убрали. Покажу вам. Бонди! Бонди! Уже начинаю потихоньку учить португальский. Так, смотрите. Вытяжка показывала, что в отличном состоянии. Здесь все замыто. Здесь, ну, это с ночи осталось. Починили тестомес. Потому что, когда крышку снимаешь, он не отключался. По сейфте это должно быть, иначе бы его сняли. Поэтому электричный починился, там подключил внутри. Теперь, когда защиту снимаешь, он останавливается. Так, тут все чисто. Холодильники все протерли, подулок протерли. Все шкафчики блестят. Все четко. Внутри все сложено. Да. Насколько это возможно. Поменяли также, в Бразилии должна быть защита для рук, чтобы не порезаться. То есть, магнитные ленты сняли, повесили вот такие вот боксы для ножей, которые так вот все закидываются. Так, распечатал график уборки, чтобы персонал знал, когда он что убирает. Ставил галочки, ставил подписи. Я потом это все буду проверять, отмечать. Вот, провели тоже, ну, пообщались с комбоссом. Она сказала, что у нее это все есть, но просто прислали неопытный персонал. И она хочет сначала обучить, как правильно работать, как правильно готовить, как правильно вообще работать в команде. А затем уже, типа, где правильно ставить галочки, как заниматься уборкой. Короче, это прям цирк на дроте, я вам скажу. Потому что, ну, у нас сейчас серьезный проект, а персонал не умеет готовить, не умеет работать и не знает, что такое офшор. Плюс, тоже беседовали вчера с капитаном по поводу интернациональной кухни, то есть, хотя бы европейских каких-то блюд, чтобы они были. Но, маленький нюансик, что проект утверждает блюда, которые будут готовить экипаж. Подмоник. Комбосс оставляет меню, его утверждает проект-менеджер и по нему уже дальше готовят. Потому что там тоже много нюансов, что можно готовить, что нельзя в этом проекте. И, как бы, я не могу влазить со своими хотелками и так же экипажами, экипажными хотелками, что, типа, это нас не устраивает. Но я буду пытаться как-то пробиться в меню, чтобы, как бы, до его утверждения добавить какие-то европейские блюда, чтобы всем было хорошо. Потому что все рассчитано, посчитано по продуктам, по стоимости, и это уже не от нас зависит. Но это только начало проекта, мы еще, как бы, к нему подготавливаемся, поэтому я думаю, что разрулим все, и дальше будет проще. Потому что вначале всегда сложно и непонятно. Так, пошел я писать температуры, проверять холодильник. Так, здесь все хорошо. Молоко открыто, не должно быть. Тут все четенько. О, смотрите, пирожки будут. На кофе тайм. Да, они молодцы. Вот пекарь вообще красавчик. У него опыт есть, он умеет работать, он знает много рецептов и делает все вот прям четко. То есть даже к нему подходить, не надо ничего говорить. Вот, отработал, убрал, отдохнул, все, все четко. Вот, он делает всякие вот эти вот закуски, перекусы на кофе таймы, рулеты, пирожки, булочки, там сосиска в тесте, бутерброды, сэндвичи и так далее. Плюс молодец. Плюс ко всему, у вас основные булочки, основные десерты, торты, все четко. Так, здесь тоже все поубирали, молодцы. Все чисто. Все вылили. Ну, правда, в разводах все, ну ладно, это уже мелочи, главное, что она чистая. Не знаю, в порт мы, наверное, не будем заходить. Здесь Все отлично. Скорее всего, на лодке привезут персонал, смену и провизию тоже на лодке привезут. Здесь тоже хорошо. Убрали взорванную полу. Вот, тут тоже все поубирали, уже нету этих палет, а, да, все поубирали, конечно. В пятнах так хорошо. Это Это сегодня сделают. Тоже много химии, которые нельзя использовать. То, что мы в Европе обычно использовали. Здесь это запрещено. Ну, а только местная химия, местная она так себе. Вот. И тоже на борту мало что есть. То есть, грубо говоря, приняли пустое судно. То, что было, выкинули. То, что заказали, не привезли. И, по факту, мы остались, типа, пока ни с чем. Вот это вот, все, что осталось из европейских продуктов. Типа соуса, консерва. И все. Остальное все бразильское. Борщецкого бы приготовить, но надо беседовать с комбосом. Это все договариваться. Я думал, кстати, просто поговорить, чтобы я готовил, например, хотя бы салаты и супы. Вот. Чтобы и повар готовил больше, более разнообразные продукты. И немножко так, типа, разгрузить экипаж. Но... Пока что непонятно. Пока что непонятно. Она говорит, типа, пока ничего готовить не надо. То есть, я хочу проверить повара. Я хочу понять, насколько он способен готовить и работать. Ну, по сути, сейчас 37 человек. Сейчас еще уехало 10 человек. То есть, вообще 27. То есть, это вообще лафа. При таком оборудовании ты себе приготовил и свободен. Но! Когда... Ну, видно по человеку, когда ты не умеешь распределять свое рабочее время, то ты готовишь весь день. То есть... Я, когда готовил на 60 человек сам, у меня все равно оставалось свободное время с часу до трех отдохнуть. В любом раскладе. Потому что ты с утра приходишь, начинаешь делать заготовки. Ну, с утра отдал завтрак, делаешь заготовки на обед. Готовил, приготовил обед. Сделал заготовки на ужин. На ужин просто все приготовил и выдал. То есть, это то же самое, что и на 20. Только немного больше протвиней. И все. А тут он... Просто все время на камбузе. И все время он что-то делает так долго. Ходит, растягивает. Там оставил грязное. Там тоже грязное. Там он залил водой с обеда. То, что он жарил сковород. Она до ужина так и откисает. Нету понимания того, что стюарда должны замывать камбуз во время того, как они свободны. То есть, не в принципе, что они типа обязаны. А в том плане, что камбузный стюард, он помогает на камбузе. Он не только моет белую посуду. Он моет еще и грязную посуду. Ну, черную посуду точнее. Это металлические. То есть, не только тарелки, но еще и протвиня. Но здесь этого не знают. Здесь пять стюардов сидят, пьют чай. Повар замывает камбуз. Как тут распределена работа, я не понимаю. Я уже говорил сделать расписание почасовое. Потому что камбуз говорит, типа, ну, они же не успевают. Как они это сделают, если у них другие обязанности? Я говорю, подожди. У меня такая же ситуация была на прошлом судне. Что, типа, это не мои обязанности. Я не успею. У меня другая работа. Подожди, друг. Вот тебе скежул твой. Расписание по часам. Пожалуйста, будь так любезен. И все. Она говорит, ну да, надо будет с тобой потом это обсудить. Может быть, сделаем. Посмотрим. Сейчас приедет новый камбуз. Ну, нынешний хочет все равно остаться на два дня, чтобы подготовить новую команду. Потому что новая команда тоже без опыта. Где они берут людей без опыта? На плавшорный, на МПСВ. Под проект. Не знаю. Так, ждем провизию и смену экипажа. Они должны приехать к трем часам. Взял новый пододельник. Потому что почему-то мне сменщик оставил рваный. Не знаю почему. Так что ждем провизию. Расшлись только что с капитаном по судну. Обсудили нюансы. Что в порядке, что не в порядке. Какие дальнейшие действия. Какой план у нас. Вот. Сейчас заполню отчет. И дальше на камбуз уже посмотреть, как они выдают обед. Посмотрим, сегодня будет рыба с бананом или нет. Так, уже полным ходом идет выдача обеда. Смотрите, курочка со сливками и сыром. Тут у нас печеная говядина в соусе с горохом. Также гарнир будет. Все по стандартам. Салатики. Фруктики. Салаты прям неизменные. Это либо оливки, либо маринованные огурцы. И просто капуста нарезанная. Будем прорабатывать, значит, меню вместе. Так, я вниз уже. И вот такие вот на кофе тайм были пирожки. Смотрите. Это у нас гратена с чайота. Рис. Здесь у нас спагетти с томатным соусом. Ну и, как обычно, фасоль, корень и рис. Так, обед готов. Пока все будут кушать. Там сейчас композ на месте. Поэтому я схожу в спортзал. Пока есть свободное время. Потому что потом будет провизия, ключ, эндж. Со всеми надо поздороваться. Всем рассказать, какие у нас планы. Какие дальнейшие действия и так далее. Ну что, после спортзала и освежающего душ, опа, можно пойти и пообедать. И затем уже ждать провизию и новый экипаж. Посмотрим, кто приедет. Очень интересно. Так, все. Обед закончился. Кофе тайм начался. Вот это я понимаю. Ребята замываются. Теперь все знают, что такое генеральная уборка. Что такое пересменка. И как надо оставлять смену за собой. А не то, что было до этого. Все. Так же приятнее работать. Так, хорошо. В холодильнике. Все отлично. Все. Здесь все убрано. Красота. Молодцы. Молодцы. Даже ругаться не пришлось. Короче. Как обычно, никто не говорит на английском. И новая Камбоса США вообще не говорит на английском. То есть, нынешняя, она хоть немного знает пару слов. Хоть может реагировать и отвечать на вопросы. Новая нет. Вот. Поговорил с ними всеми. Ну, с двумя Камбосами. И говорю, что нам вот сейчас, вот начинаем сначала и делаем все правильно. По регламенту. Говорю, что если у тебя, ну вот нам нужны полностью обязанности распечатанные. Если их нету, то я могу распечатать, ну напечатать полностью обязанности для каждого члена экипажа на Камбузе по времени. Чтобы никто не гулял в рабочее время, а отдыхали в свободное от работы время. Вся работа, чтобы была выполнена, и каждый друг другу помогал и поддерживал чистоту. То есть, ты знаешь, что там в 8 утра ты находишься на Камбузе, там в 9 утра ты уже в каютах убираешь, там и так далее. То есть, для каждого департамента. Для Камбуза, для accommodation и так далее. Потому что сейчас, просто каждый гуляет где хочет, делает, что он увидел, а не согласно правилам. Посмотрим. Ну, прошлый Камбуз согласен, чтобы я это сделал. Посмотрим, как мы это все поставим с новым Камбузом. И как пойдет дальше работа. Так, приехали ребята уже. Сейчас показываем вам Камбуз, рассказываем, как, что тут происходит. Надеюсь, что камера меня улавливает. И вы можете все видеть. Новые перчатки, новые фартухи. Камера потерял, я пока здесь. Максимум. Так, сложно с языком. Эста температура. Лови, 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 я здесь. Ладно, буду рассказывать, не буду всех смущать пока, что потом посмущаю. Вроде на пальцах со всем разобрались. Посмотрим, как будут работать. Повара вроде толковые. Что-то там обсуждают меню прям так серьезно. К сожалению, меню менять нельзя. То есть, здесь меню присылает их компания. Та компания, которая прислала именно вот данный кейтлинг. И она им сразу уже присылает готовое меню. То есть, даже Камбосу, как я думал, надо составлять меню. Здесь не надо. То есть, ей присылают уже все готовое. Она его просто принимает, обсужает. И вводит какие-то свои изменения. Но незначительные. Типа поменять картошку на макароны. Такого плана. А остальное должно соответствовать заданному меню. Вот. Но я сейчас еще буду вести беседу насчет добавления больше международных блюд. Европейских. Потому что, как бы, рыба с бананами не всем заходит. Тоже обсудим подачу завтрака. Как это должно быть по стандартам высоким. И сделаем здесь 6-звездочный отель. Чтобы все было прям как часы. Провизия, кстати, приедет на следующей неделе. Надо будет еще подготовить для новой команды чек-листы. Чтобы ввести график уборки. Чтобы везде, где они убирают, ставили свою подпись, сигалочку. Что они убрали, где и во сколько. Сегодня будет особая пицца. Это пицца Брагодиру. Это пицца, которая подается с шоколадным соусом и шоколадной посыпкой. У них есть несколько вариантов подачи. Это конфеты, пирог и также вот пицца де Бригадира. Очень интересно будет посмотреть и попробовать, как это будет выживить. Вот, делаем соус как раз. Де Бригадира. 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 Все. Вот так вот. Будем пробовать с этим. Рис у нас, как обычно. Потом яичница с овощами. Курица с луком. И пицца. Разных. С разными начинками. И вот сладкая пицца, которую мы сейчас будем пробовать с вами. Так. Пицца с бананом и сыром. Что-то невероятное. Сладкая пицца с бананом и сыром. Ну, прикольное сочетание. С шоколадным соусом обалденно. А остальную пиццу они не допекли. Сыроватая. Это прикольно. И банан везде пихают. Вареный банан, печеный банан, рыба с бананом, пицца с бананом. Я такое первый раз вижу. Короче, не зашла экипажа пицца. Просят от меня приготовить в следующий раз стандартную европейскую пиццу. Так что будем готовить в следующий раз пиццу. Я думаю, что вместе с вами. Я надеюсь. Вот такой вот рабочий день, друзья. Новый экипаж, новые приколы, новые блюда, новые открытия. Так что, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки. Ставьте колокольчики, чтобы не пропустить новые ролики. До встречи. Дальше будет еще интереснее. И один из парней не выдержал. Ему уже плохо. Вода не сходит. И поломали кран. Походу смотрит мои выпуски. Знает, что это очень удобная тема. Доброе утро, дорогие друзья. Ну что, пошли посмотрим, как прошла ночная смена у нового экипажа. Ничего ли не сломали? И что они приготовили нам на завтрак? Так, завтрак готов. Понятно. Коль и маньоки. Панкейки. О, и яйца отварные, наконец-то. Отлично. Все, все идет. Рис, рис, салаты, нарезки, брынзу и апельсин. Так, хорошо. Идем посмотрим, что там у нас на кампозе. Все чисто должно быть. Так, все чисто, отлично. Полудильник не сломан. Нет, все супер. Так, окей. Надо сказать, чтобы накрывали все продукты, чтобы ничего не было открыто. Вот и все нормально. Это уже хорошо. Только непонятно, почему сейчас на кампозе только дневной повар? Может, я что-то не понял, когда мне объясняли, кто когда работает. Но, по факту, должно быть два дневных, два ночных. Но ночью повар и пекать. Днем два повара. И мы с бой. Дневной и ночной. Сейчас я смотрю. Ну, может, он просто раньше пришел. А где-то остальные. А панкейки сегодня необычные. Они с бананом и овсянкой, друзья. Прикиньте. Та вышел. По-европейски. А, они не все с бананом. Вот это вот классические. А вот это вот с бананом и овсянкой. Немножко подгорели. Немножко осыпаются. Ну, ничего. Надо было овсянку перемолоть просто. А здесь что? А, здесь свежие булочки. Все супер. Рулетик сегодня у нас. Вот такой вот с вареньем. Печенье еще новое. Смотрите. С посыпочками. Вот такой вот с банановым кремом. И лаймом. Красота. Молодцы. А еще пирог. Смотрите. Апельсиновый кекс. Пекарь прям вообще на 5 баллов. Остальные ребята уже уехали. Остался сейчас с прошлой смены только пекарь, кондитер и комбоз. Самое ответственное. Кстати, вчера дневной повар сделал целую гастроемкость с чесночного масла. Вот так вот тут где-то. Почистил, перебил с маслом. Походу смотрит мои выпуски, знает, что это очень удобная тема. Здесь у нас замаринованная курица, свинина, говядина, колбаски. Обычно маринуют ночью на следующий день и на свою ночь. То есть ночная смена делает весь маринад. Дневная его просто выготавливает. И подготавливает уже к выдаче для ночной смены. То есть что-то доготовить, где-то нарезать. Если это жиркое, то овощи еще подделать. Добавить. Хочу подняться на мост, распечатать лист по уборке фильтров прачечных. И линии лист по уборке туалет, чтобы они подписывали, когда они убирают, и следить за этим. Так, лист ты распечатал. Так только не выглядят. Самые простые. Сейчас он будет пойти повесить и записать сейчас температуру. Сейчас 7 часов утра. Что-то никто туда не ходил. Сейчас нахожусь на верхней палубе. Встретился с новым компосом. Хочу у нее взять списки, кто где убирает, чтобы проверить, как новый экипаж будет работать. И как она их распределила. Тоже немаловажно. Чтобы правильно распределить время, надо понимать. Так что, если что, помогу ей все сделать четенько. Молодые ребята приехали. 2000-2004 года. Которые, наверное, без опыта два. Нет, они делают не по-моему лицерт, они делают со шкурками. Вот это по-бразильски чесночное масло. Короче, я думал, что сейчас все наладится. Будем спокойно работать. Но не тут-то было. Потому что на данный момент у нас 8 человек приехало вместо 10. И два ночных повара. Точнее, пекарь и повар. Дневной повар. Второй повар. И три стюарда. Четыре, да. И комбоз. То есть, ночью стюардов нет. Ночью будут мыть посуду. Черную, белую. Месс-рум подготавливать после приема пищи. До. Делать заготовки продуктов. Выдавать блюда. И следить за чистотой вообще. Будут только повара. Потому что вот так вот. Потому что, типа, у нас сейчас 37 человек. И больше персонала на комбузе не требуется. Если будет людей больше на борту, то есть уже в проекте, то пришлют еще людей. Сколько? Непонятно. Распределение это я не понимаю. Потому что ночью должен быть хотя бы один стюард, который будет проверять прачку, мыть посуду и подготавливать мыс-рум, столовую. Как они распределяют? Ну, это, типа, не от нашей компании, а от их компании, с их кейтеринга идет распределение. Подготовка к проекту. Надеюсь, они справятся. Пока по оборудованию вроде они разобрались, как, где, что включается и что надо закрывать холодильник. Начинают сейчас уже подготавливать все к обеду. Посмотрим, не знаю. Где вы еще можете увидеть такой эксклюзивный контент, как не у меня на канале, друзья. Так что поддержите подписки, потому что 50% зрителей смотрит мой контент без подписки. Это несерьезно. Поставьте палец вверх и подпишитесь на канал. Мы будем следить за ситуацией. Посуда тут, конечно, видала многое. Сповородки убитые. Все с антипригарным покрытием, которое слезло. Стальных нет. Кастрюли тоже какие-то мятые. Это суповая. Ну, хоть и гостоемкости хватает. Вот тут тоже, вот видите, кастрюля получается вот такая вот. Вот это новое уже. Это новое. Короче, работаем с тем, что есть. Тут, не знаю. Тут тоже понятно, ну, в Бразилии, типа, высокие температуры, очень жарко постоянно. И по правилам, то есть после приема пищи все выбрасывается. И нельзя будет оставлять продукты надолго, потому что они портятся. И начинаю вести беседу насчет того, чтобы делать либо из-под ножа, например, те же жареные яйца. Потому что в прошлый раз сделали просто тупо противень выжаренных яиц, которые потом выбросили. Отварные яйца сегодня, например, можно использовать в салат. скрэмбл, например, тоже можно, если остается, делать с него жареный яйца на обед. Вот. Короче, как-то пытаюсь найти общий язык, все обсудить, чтобы было меньше отходов и увеличить качество подачи и выдачи. Посмотрим, к чему это приведет. Сегодня Комбоз хочет сделать что-то типа барбекю, но не на улице. здесь на гриле внутри. Потому что новый экипаж еще пока все привыкнут, а на следующей неделе уже сделать барбекю на улице. Сейчас все подготавливают. Взял расписание по каютам, то, что убирает, чтобы было проще контролировать. И сейчас пройдусь, проговорю с ребятами, понимают ли они свои обязанности, все ли знают, что надо делать, как делать. Вот. И так далее. Сегодня хотим провести еще инспекцию. в час дня тоже сейчас поговорил с доком, с доктором, типа, свободна ли она или нет, чтобы провести все. Сейчас договорились с капитаном, сделаем инспекцию. Будет каждую субботу генеральная уборка и каждое воскресенье инспекция, потому что до этого у них инспекция проводилась каждую среду почему-то. Вот. Сейчас все поменял, сделаем по-другому. Ну, как везде, в принципе, где я работал. Что еще вам рассказать? В принципе, скоро обед, в час дня инспекция. Сейчас еще пройдусь, посмотрю до инспекции, чтобы все было закрыто и со стикерами. И, в принципе, все. Оборудование работает, все починили. Убрали с месс-рума тостер линейный, который крутится. И потому, что он, типа, небезопасный. Так как все равно, пишешь ли ты здесь на табличках несуй руки, обожжешься, всем по-барабану. Все равно найдется человек, который это сделает. Поэтому решили его убрать отсюда. Зато больше места теперь для выпечки будет. Вот так вот. Надо будет, наверное, тоже сюда стикеры ставить, когда это была продукция выложена. Так, обед у нас сегодня фасоль, рис. Здесь паста с чесноком. здесь у нас жареная свининка, жареные яйца, сосиски и печеная курица с майонезом и томатным соусом. Специальный бразильский маринад. Здесь у нас тоже рис, бразильский рис, картошка печеная, луком. А тут короче вареные почеревок и вареные сосиски. То есть, тоже бразильское блюдо, ну и корень. Вот так. Здесь у нас салатик с яйцом, капуста нарезанная с горошком и тыква с виноградом и луком. Вот так вот. Все по-простому. Сейчас меряю температуру. Все записываю. Будем обедать. Я не знаю, как они работают, но короче уже забили другой шпигат. вода не сходит и поломали кран. Он течет. Капец. Новая команда, новые приколы. Так, с трубой босс москал разберется. Там течет блин везде и сверху и снизу. Сейчас возьму блокнот. Сейчас полчаса осталось до инспекции. Проведем инспекцию. Думаю, надо будет на днях борщецкого приготовить. Посмотрим, как к этому отнесутся. я думаю, европейцы будут за. Посмотрим. Как подбирать здесь? короче, прошла санитарная инспекция. Все хорошо. Есть пару замечаний, таких больше организационных моментов. Вот. чтобы навести порядок, химия лежит в нескольких местах, она должна лежать в одном месте. То есть такое. И распределить еще по уборке, ребят. есть маленький нюанс. Помните, я говорил, что приехало два парня без опыта вообще, то есть они первый раз на судне. И один из парней не выдержал, ему уже плохо. Уже пошел к доктору лечиться. но это еще не качает. Чтобы вы понимали, вот вода даже на месте стоит. Грязная, причем сегодня ночью будут менять. Вот. Но первый раз всегда тяжело. Посмотрим, вывезет он или нет, но понятное дело, что контракт у него две недели, две недели он не будет в каюте лежать отдыхать. То есть дадим ему сутки адаптироваться, потому что ну понятно, вчера только прилетели, пока туда-сюда с самолета или откуда он может просто на машине приехал, местные же все-таки. Пока адаптируются и такое бывает. Помню, когда я был молод, нет, у меня такого не было в начале, только в Северноморе, когда начал работать, было капец. Так, ну это такое, главное сейчас все наладить. чтобы каждый знал свои обязанности, что он должен делать, и дальше уже будет проще. Поначалу съеда, так особенно когда у тебя люди первый раз на судне без опыта. Главное все объяснить и рассказать. Все, разогревают уже сковородку стационарную, будут делать барбекю. Вот мясо уже подготовили, сейчас начнут жарить. Все, пошла жара, пошла жара. Ух! Итак, рис, фасоль по стандарту. Дальше у нас корень, говядина, стейки, стейки, говядины, тут у нас свинина от курицы, тут у нас куриные колбаски, таскана порк, свинина таскана, тосканские колбаски свиные и маринованные сердечки куриные. Сой соус? Сой соус? Сой соус? нет, нет, какой-то определенный маринад. Здесь картошечка, и здесь у нас тосты по-бразильски майонез, чеснок, сыр и орегано. яйца. Todo bien. Вот такое вот барбекю. Здесь рис, все. Приятного аппетита. Вот такое вот бразильское барбекю, салаты, как обычно, особенные. Тут у нас свежий лук, отварной кабачок, здесь у нас нарезанные овощи, что-то типа оливье с небольшим количеством майонеза, тут яблоки, апельсины для декора. Только он делается не с картошкой. Этот вроде с ананасом, сконсервированным. салатом, Так, то есть тут очень много разнообразных интересных блюд, которые большинство даже бы не попробовали из-за их состава ингредиентов. Так что, друзья, эксклюзив, эксклюзив. повара вот сейчас вот прям молодцы, работают просто на ура, слаженно, прям молодцы. Вот. Так что, приятного аппетита. все, мы готовы к открытию, будем выдавать. Стюарду очень плохо, что аж поставили капельницу, поэтому лежит, лечится в госпитале. Пожелаем ему скорейшего выздоровления и адаптации. Так что, друзья, вот такой вот выпуск получился. Новая команда новые нюансы в работе, новые интересные блюда. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Давайте, подпишитесь, потому что 50% смотрят без подписки, друзья. Давайте до 300 тысяч уже добьем. И до новых встреч. Дальше будет еще интереснее. Доброе утро, друзья. Значит, ситуация следующая. Очень много жалоб на еду. Потому что еда не соответствует качествам и стандартам компании. оно понятно. То есть, вчера было просто дубовое мясо. Говяжие отбивные они делали. Не знаю, так они их готовят, но ладно. То есть, меню должно быть пересмотрено. Должна быть добавлена европейская еда. По поводу этого сейчас идет общение с компанией. Посмотрим, что они решат. но у нас нет провизии. То есть, из свежего осталось где-то качан капусты и все. А, и свекла. А провизия приедет примерно через неделю-полторы. Ни помидор, ни огурцов, ни кабачка. Ну, немного картошки осталось, пол ящика лука, морковки нет. То есть, суп не приготовишь нормальный. Мяса есть, этого хватает, да. Но овощей свежего, ни зелени, ничего. то есть, проблема на проблеме. Вчера я провел небольшое собрание с кейтрингом, показал на все недочеты, которые были выявлены во время инспекции. мы прошлись, за ручку каждого привел, показал, на переводчике объяснил, вот это мы убираем, тут мы ставим подпись, там мы проверяем, это мы тут не оставляем, это выносим туда и так далее. В течение дня я просмотрел, все все поняли, большая часть работы уже была выполнена, вот сегодня, надеюсь, что они закончат все. Мы идем в порт, так что добро пожаловать на канал морской влог Бразилия, идем пить кофе. Так, вот такой вот у нас бразильский завтрак, какао, овсянка, маниока, отварные яйца, сосиски в томатном соусе, котлеты замороженные и панкейки шоколадные, рис и нарезка. Тоже в проекте нельзя будет использовать европейские продукты, то есть вот эти все ящики надо будет выбросить соуса, чили-пасты, кетчуп и так далее. Только бразильские продукты. В Бразилии только бразильская химия. Вот. И только бразильцы работают. Так, ладно. Вчера перебрал, еще ящик просрочки выкинул. Никто за этим вообще не следит. Взяли, пошли, пофиг ветер. Пойду сейчас наверх, расскажу капитану про то, что провизия не приедет сейчас, а приедет через неделю. Что же, информации капитану никого не поступает. Все через Камбоса. Пошел я наверх. Короче, никто этому не рад но оно и понятно. Никакого фреша, никаких фруктов. Будем посмотреть. Зашли мы в порт, точнее такую промзону, встали на якорь. Ждем дальнейшей информации. встали на Вот так. Все готовится полным ходом. Замыл вытяжку. Сейчас буду ставить обратно. На провизии уже все подуставше. А сегодня сделают генеральную уборочку, еще одну. что тут все заляпали. Знаю, что они тут делали. Вытяжку я замыл. И еще идет смена короче передвигают смену поваров. Сейчас расскажу. Днем остается шеф. Второй повар идет в ночь с пекарем работать. И завтра приедет второй шеф дневной. И они уже будут работать по два. есть два днем два ночи. Потому что изначально она мне говорила комбоз что два ночи повара. Но скорее всего это повар с прошлого шефта который остался пекарь. То есть ночью было два пекаря которые делали заготовки и выдавали завтрак и делали выпечку. Сейчас прошлый комбоз и прошлый пекарь едут домой а завтра приезжает новый шеф который будет уже ну бразильский шеф который будет на камбузе днем с вторым поваром вот сейчас пойду проверю как они выбирают каюту все туалеты пройду проверю чтобы вели учет график ставили везде подписи по инвентарю тоже проверю по их складам чтобы не разбрасывали любят оставлять все так вот возле двери так так не должно быть все должно быть на складе все должно быть на складе чисто не валяться никаких грязных тряпок и так далее сейчас пойду все проверю наконец-то добился того чтобы ставили стикеры с датой когда это было приготовлено чтобы не было потом отравления и вопросов провели сейчас собрание обсудили рабочие моменты типа сколько можно кидать стирального порошка в машинку как стирать составили небольшой план работы когда будет проект уже сколько вещей можно стирать что не надо гонять машинку стиральную с одной футболкой или с одним полотенцем по безопасности обсудили то есть по химии как использовать химию какую химию для чего надо использовать тоже ребята в прошлый раз я на складе увидел что они используют тряпки с полотенец резаных вот а их нельзя использовать ну во-первых это бактерии во-вторых когда их стирают в стиральной машине вот эти вот нитки отрываются и забивают стиральную машину то есть портят барабан в прошлый раз я сказал их выкинуть они взяли их постирали и дальше использовали то есть языковой барьер конечно это большая проблема и серьезная сложность и опять собрали собрание опять со всеми все нюансы обсудили обсудили я вот сейчас создаю бланки с информацией как использовать оборудование на камбузе какую химию можно использовать техника безопасности на камбузе сейчас вот все распечатаю проведу инструктаж и чтобы все подписали чтобы все были в курсе вот потому что ну вот от нашей компании это есть от их компании этого нет на португальском поэтому сейчас будем с переводчиком это все рассказывать обсуждать делиться информацией как бы важной серьезной необходимой для дальнейшей работы и плюс я хочу составить график работы то есть расписать все обязанности каждого персонала и чтобы они понимали в который час что они должны делать потому что ходят по судну то там убрали то там подготовили то там выставили пока нету цельного механизма знаете чтобы они работали в одной команде то есть если один освободился у второго за пара чтобы этот который освободился шелк ему помогал стараемся это все наладить думаю дальше будет проще давайте посмотрим что сегодня на обед так сегодня у нас как обычно фасоль рис белый или черный картошечка печеная класс рыбка молодцы паста баланьезе свининка свиные ребра вчера тоже были свиные ребра странно так корень маньяки обязательно чистого здоровья и еще один рис уже не заправлен тут у нас пудинг и салат с фасолью и консервированным тунцом с луком также печеная капуста все приятного аппетита друзья капитан заказал отдельно кофе зерна чтобы можно было пить нормальный кофе не уже молотый чистый зерновой кофе вкусный и специально заказал еще нутеллу целый ящик нутеллы просто без нее прям не может на борту ее нету привезут ее или нет не знаю потому что следующий проект будет прям хелси то есть все полезные продукты должны быть а остальное будет выдаваться порционно по чуть-чуть чтобы люди не поправлялись держались в форме поэтому специально для ну для нас заказал нутеллу потом будет по чуть-чуть его давать кажется приятного аппетита надо проверить сколько у нас на складе остатка по постельному пелью по полотенцам по мешкам для прачечной ну вот здесь постельное белье полотенце туалетная бумага и все надо будет сделать еще заявку туда на это все и надо найти эти мешки должны быть это в запасе вот вроде должны были быть на этом стаде но их нет сейчас будем искать поговорил со строком он сказал что они вот эти мешки должны быть где-то на другом складе сейчас пойду проверю блин столько сейчас проблем столько нюансов с новым экипажем то есть с прошлым мы уже как бы разобрали все знали свои обязанности более не менее начинали работать по стандартам сейчас чтобы вы понимали за сегодняшний день я уже три раза закрывал открытый холодильник вот ту камеру которую поломали во время моего приезда опять не закрывают дверь ну насколько сложно просто за собой когда ты выходишь закрыть дверь я не понимаю они не умеют закрывать за собой смену сдавать смену то есть повар 6 часов все до свидания развернулся ушел в каюту я сотрю сковородка стационарная вся в жиру ручки холодильника все в жиру ручки морозильника все в жиру все в потеках все в в грязи то есть вот он замариновал мясо взялся за ручку открыл поставил мясо в холодильник закрыл и ушел что это за стандарты обычно под проектом все идет вверх стандарты идут вверх уровень выдачи уровень подачи уровень сервиса все должно быть на максимальном уровне здесь все наоборот и это просто вот ходишь вот так вот как на взирателе тыкаешь просто носом почему опять как в детском садике знаете почему опять не закрыл дверь кто это сделал кто это сделал ну это нормально короче сейчас опять делают генеральную уборку потому что все еще там грязно ну вот они поработали один день после генеральной уборки после санитарной инспекции опять они застряли камбус ну ты поработал ну возьми убери за собой у вас два человека четыре стюарда днем тяжело убрать вот это вот ходишь тыкаешь носом только вот такая вот работа вот это вот это вот здесь вот они должны быть вот эти шторки есть и в той же коробке где были эти шторки должны быть мешки для прачки но их нет где они могут быть а ну давайте поможем мне их найти ой капец ладно я за день наматываю чтобы вы понимали больше 20 тысяч шагов туда-сюда ходить проверять на мост вниз по каютам ситуация следующая все объяснили опять тоже сейчас вот убирают маструм убирают камбус и это делают резаными полотенцами которые окей типа ты ими можешь повытирать но потом ты их должен выкинуть потому что они забивают стиральную машину поломается то есть сегодня же поговорили значит этого с утра и все равно вот после обеда они убирают этими же тряпками далее судовые швабры пока от их компании не пришел не пришла заявка с их швабрами пока будут пользоваться нашими потому что надо следовать инструкциям и правилам пока проект не начался мы следуем правилам нашей компании судовыми правилами вот короче очень много нюансов которые надо наводить которые надо исправить которые надо объяснить и вот это вот ходить постоянно за всеми смотреть все объяснять пошли посмотрим чем нас сегодня радует порадует на ужин итак фасоль черная рис белый стабильность залог успеха говядина с луком соусе грэви печеная тыква курица печеная тоже стабильность все стабильно что вчера то и сегодня рис белый рис темный маниока картошка с яйцом и сейчас еще принесут салатик и пасту с чесноком сейчас покажу вот просто паста с оливковым маслом и чесночком полетело видите друзья главное что все стабильно мязо получилось немного жестковато поэтому сейчас мы его быстренько нарежем тоньше чтобы было желательно блин ножи у них конечно как они ими работают туповатые ножи приходится молоточком работать я свои еще ножи не доставал пока не надо вот так вот тоже бывает надо все пробовать перед тем как они выдают завтра еще должен приехать дезинфектор который избавит нас от насекомых которые сейчас на борту я думаю что видео уже будем заканчивать буду вам записывать такие небольшие ролики потому что работы много большая ответственность надо везде быть все видеть все контролировать много собраний много митингов всем все рассказывать за ручку водить показывать поэтому друзья по возможности вам снимаю по возможности все показываю тоже поймите поддержите меня подпиской на канал поддержите лайком вот стараюсь показывать вам интересные будни мои как это все происходит изнутри мало кто это делает и мало кто вам покажет такое поэтому с вас поддержка в виде подписки и лайка с меня следующий ролик всем огромное спасибо за просмотр друзья и до встречи в новом ролике дальше будет будет еще интересней доброго утра друзья добро пожаловать на морской блок сегодня на завтрак у нас хлопья с молоком какао рис печеный батат котлеты скрэмбл скрэмбл что-то жиденький сегодня рис и нарезки делаем кофеек и начинаем работать нарезки ребрышки на обед так тут у нас закуски на кофе тайм сосиска в тесте сэндвичи отлично и я хочу вам сказать что я посмотрел у нас остается курица и у нас много йогурта точнее крем-сыра я думаю что можно сегодня сделать лазанью куриную лазанью с крем-сыром получится отлично вот и плюс показать повару как можно придумывать блюда и как их в принципе готовить потому что продуктов немного приходится выкручиваться с того что есть так по консервам тоже осталось мало чего я смотрел томаты пилати на соус на пиццу но к сожалению нет придется вот с томатной пастой делать соус так поговорил еще с поваром ну с двумя поварами чтобы сделали салат у нас там осталось две капусты немного лука чтобы сделали например на обед салат с капусты лука и этого вот ну кам-кам капусты лука и горошка заправили маслом а на ужин например смешать добавить еще красную капусту и сделать с йогуртом вот то есть какое-то разнообразие было например здесь у нас отварные яйца еще шоколад десерты пудинги в основном и нарезка моцарелло и ветчина и там томатный соус хорошо сейчас записываю температуры холодильников вот иду делаю обход смотрю как начинается уборка как после себя оставили рабочие зоны и начинаем рабочий день вот потом приду подготовлю все в глазахи посмотрю как они сделают салат можно выдавать будет обед так короче сейчас обсудили меню немного я его изменил так стараюсь немножко влиять на подачу блюд и что они готовят благо шеф вразильке сейчас он лояльно к этому всему относится не как в прошлой разу типа у нас написано все значит так и будет идешь на контакт скажем так на обед я приготовлю лазанью сейчас подготовим курицу и будут говяжьи ребрышки с печеным картофелем а на ужин я хочу ну они будут делать рыбу и вроде тоже говядину либо свинину я точно еще не понял к рыбе хочу сделать жареный рис показать как обычно делаем мы европейцы жареный рис ну он он как бы больше в азиатском стиле но не суть то есть его едят все у нас есть рис замороженный микс овощей в морозилке есть так что будем делать из ничего что-то особенное так что подписывайтесь не переключайтесь с каждым днем становится все лучше и лучше друзья так проверяем машинки здесь так это только закинули вставаем ее открытой здесь понятно полная безответственность вот ночью люди пользуются написано после использования убирай фильтр чисть фильтр всем пофиг вот кто-то закинул достал свой комбез отсюда а фильтр оставил грязный а потом буду говорить на мою команду вот поэтому мы и хотим сделать так чтобы ну чтобы на ландри заправлял только ландри мен то есть стюарт и никто больше потому что получается так что просто портят машинки их не чистят после себя а вся ответственность на кейтеринге вот вам пожалуйста наглядный пример здесь все прям четенько вот молодец у него все сложено все аккуратно единственное надо поставить правило и наладить рабочий процесс так ребята ответственные здесь тоже на складе поддерживается чистота тоже молодцы вот ребятам все объяснил все показал за ручку два дня поводил и уже все знают что надо делать это ребрышки которые говяжьи с картошечкой изначально разговаривали что будет печеная но нет окей так сейчас будем делать лазанью так короче не дают готовить сказали сами будут готовить только покажи как это все делать курицу они запекли и разберут ее на поволосном потом с чесноком тоже его надо уже снять с чесноком и томатной пастой они сделают а-ля болоньезе и затем это все будет выкладывать слоями с крем с крем сыром вот надо будет все попробовать чтобы все было доведено до вкуса тут жаркое лазанья и булочки на кофе тайм вот такие вот сосисками сосиски в тесте здесь суп нет здесь фасоль их национальная фасоль жарил чеснок короче не дают реально готовить говорит что нет я сам все буду делать и просто посмотри если что подсказывает сейчас закипит закинем туда разобранную курицу я хотел нарезать конечно он говорит давай так сделаем давай просто разберем и потом будем слоями выкладывать паста курица потом крем сыр и сверху моцарелла и так несколько слоек вот и еще он предложил положить ветчину туда но я думаю что она там лишняя будет поэтому сыр и где-то 3-4 слоя думаю будет ну так чтобы полную сделать будет достаточно вот этот вот крем сыр положим его надо использовать уже и будет отлично так сейчас поговорил с ним чтобы он не пересолил жаркое и надо будет еще добавить сюда воды чтобы оно хорошо протушилось проварилось даже так и было мягкое потому что опять будут жалобы что мясо невозможно прожевать но у нас в принципе еще время есть то есть сейчас дольем поставим еще пару часиков плюс пусть покипит сейчас он разберет курицу тут все четко хорошо здесь у нас рис отлично все молодцы так сейчас будем отделять я предложил это вилками сделать но у каждого свой способ так что так взял у старпома планшет чтобы дать на подпись всем ознакомление риск асессмент то есть какие есть риски при использовании химии на камбузе хаускипинг и так далее чтобы все ознакомились и подписали потому что ну я объяснил это все на английском им нужно все на португальском поэтому мы перевели добавили в систему и сейчас вот пойду подпишу вот я как супервайзер здесь капитан сказал что типа ну тут как бы пока что никто не дает добро на готовку поэтому у нас должен быть человек в качестве супервайзера то есть руководителя начальника процесса то есть ну тот же комбосс потому что если бы меня здесь не было ну либо моего сменщика то было бы даже не хочу представлять что ну вы сами помните в первые дни как тут все происходило сколько оборудования было поломано и какое качество блюд было поэтому стараюсь все наладить стараюсь поставить рабочий процесс следить потому что вчера было очень пересоленное мясо и вот сейчас я все пробую чтобы все было хай стандарт так что пошел давайте им на подпись так пока я был на собрании на мосту он уже сделал лазанью так ну выглядит пока хорошо посмотрим не успел заснять потому что был занят на мосту как он ее собирал но выглядит хорошо потом попробуем и сейчас спрошу по поводу соли здесь он еще приготовил поленту я такую красивую и будем ее подавать с этим жиркое то есть картошечка говяжьи ребрышки так надо будет сейчас достать попробовать как они еще рано да еще рано еще мучила ора еще пусть потушится и потом будем подавать отлично вот такие вот булочки получились тут уже постепенно начинают выкладывать полпет полента здесь тоже рис фасоль все по стандарту все чисто все убрано здесь у нас выпечка и вот бублики с печеньками бургеры булочки для бургеров тоже кондитер сделал булочки такие для хот-дога кексы заварным кремом обычное печенье с лимонным кремом ну вот пекари вообще молодцы с огромнейшим опытом молодцы очень хорошо пекут мне кажется я понимаю почему они не дают мне готовить потому что мне кажется что они думают что их заменят просто вот их заменят на европейцев поэтому они как бы начали сейчас лояльнее относиться к моим замечаниям потому что очень много было жалоб вот за последние эти пару дней ну вот с момента моего приезда и вот пока не приехал новый шеф было много жалоб ну и сейчас как бы они продолжаются но уже не в таком количестве потому что во первых начали добавлять уже услышали меня что надо добавлять овощи в качестве гарнира дополнительно то есть должен быть основной гарнир типа там картошка паста каша и так далее плюс должны быть овощи отварные жареные пареные и основные блюда плюс супы до этого прям овощей было по минимуму все было жирное вот и тоже прислушиваются сейчас больше прислушиваются к моим советам потому что до этого я пытался как бы лояльно давать какие-то такие замечания небольшие советы как улучшить качество все сразу открещивались типа нет у нас свои правила свое меню и так далее но оно так не работает понимаете это то же самое что когда вы например ну судно-то в аренде получается то же самое что вы сняли допустим гостиничный номер либо дом и зашли все там попереламывали по своим все перестроили там посуду не мыли полы не мыли знаете то есть на долгий срок когда снимаете дом то есть полностью его уничтожили то есть так же не бывает и так неправильно то есть ты взял в аренду поэтому следуй правилам арендодателя понятно что есть какие-то отклонения от правил но они не должны перечить основным правилом есть стандарты по которым необходимо работать нельзя просто взять и поломать оборудование потому что тебе так захотелось потому что ты привык так работать нет ты в каком состоянии взял судно в таком будь добрый его и верни и вот для этого я здесь чтобы это все контролировать сейчас конечно немного стало проще потому что начинают уже прислушиваться ко мне уже какие-то делать изменения в сторону добавления европейских блюд европейских стандартов качества европейского сервиса и так далее то есть уже идут в ту сторону как я привык работать чтобы все было четко чтобы все рабочее время было распределено по часам каждый знал свои обязанности а не просто так ходить со стороны в сторону как капитан говорит мыть руки переливать с пустого в порожье ничего процесс идет все наладим все будет четко работать как часы осталось получить провизию посмотреть что нам привезут потому что ее тоже не мы заказываем вот заказывает компания которая предоставляет кейтеринг бразильский как и меню посмотрим что приедет какого качества и что мы с этим можем сделать и как начнется проект сколько будет людей людей будет мне кажется много может даже больше ста посмотрим все степ бай степ ну что давайте смотреть чем нас сегодня порадует здесь у нас рис рис фасолька здесь у нас то самое турпое очень горячее какая красота так надо попробовать сейчас мы попробуем что все соответствовало стандартам так здесь у нас овощи маниота так и лазанья с кетчупом да я понял хорошо так ладно сейчас надо все пробовать так возьму такой небольшой кусочек да достаточно небольшой так и здесь картошечка готова ну вот отлично так первым делом попробуем галядину отлично получилось мягкое по соли в самый раз можно было бы даже чуть меньше так лазанью конечно приготовил не так как я говорил ему главное чтобы было вкусно это вкусно но по вкусу это не лазанья с крем-сыром очень вкусно ну слушайте как лазанья нет потому что я бы сделал все-таки по-другому я бы нарезал бы мелко курицу и сделал бы более насыщенный томатный соус вот тут он сделал по-другому больше преобладает вкус сливочный сырный вот но кстати с крем-сыром очень даже ничего в принципе как блюдо да очень даже вкусно как лазанья это не лазанья ее можно было приготовить но по-другому но это имеет место быть просто здесь должен быть фарш когда волокна курицы грудинку разбираешь ее надо жевать она должна таять во рту главное что это вкусно и скорее всего сегодня не будет жалоб так что приятного аппетита так сейчас повар измеряет температуру скажет мне я запишу ее так и работа и салатик плюс пудинг на десерт и вот больше всего что я ненавижу это когда берутся грязными руками за какую-либо поверхность либо инвентарь либо технику все равно и за собой потом не вытирают и вот эти вот пятна остаются ты идешь зачем-то в холодильник или еще что-то а ручка вся жирная вот это бесит прям сколько ни говори как об стенку горохом учить и учить так все пообедали все довольны я тоже пообедал сейчас на на мост на собрание потом часик наверно передохнул и опять работать а на кофе тайм вот такие вот сэндвичи с курицей и майонезом здесь у нас рыба в сухарях в духовке будет запекаться здесь у нас запекается уже картошка вот так камера не запотевает не запотевает здесь варят рис чтобы я показал как делать жареный рис и буду делать говядину на гриле момент в том что она может быть жестко это мясо не для гриля он сказал что он знает что с ней делать что он ее сейчас пожарит заправит а потом нарежет тонкими полосками чтобы можно было прожевать но сомневаюсь что она будет мягкая это мы все посмотрим на сливочном масле так рис уже готов сейчас будем жарить так берем сливаем рис так что у нас большая не может мне позволить чтобы я и готовил и снимал потому что должны готовить бразильский повар представляете вы это представляете с ума сойти короче как я и говорил что они боятся потерять свои места поэтому они не дают мне готовить чтобы их компания вдруг не увидела что они не работают то есть ну я это так понимаю попросил что хорошо если будешь готовить и снимать то не показывай что именно ты это готовишь чтобы их компания не начала возмущаться что на борту в Бразилии не работают не готовят бразильские повара так что если что готовлю не я готовят бразильские повара то есть и 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 Чтобы меня не раскрыли, если что, это все по-бразильски. Соевый соус, чуть-чуть, пусть рис уже соленый. Все, и готов, жареный рис. Добавил еще соевого соуса и чеснока. Вот только попробовал. Немножко еще соли надо было и чеснока. Хотя, изначально, когда он варил рис, он добавил туда чеснок и воду. Вот такая вот красота. Вот теперь это отличный жареный рис. Так, все, конец рабочего дня. Рабочие смены. Замывают палубу. Здесь ужин уже готов. О, рыбка. Так, цукини. Рыбка с соусом, отлично. Ресец, говядина жареная. Здесь все по стандарту, по классике. Так, хорошо. Суп чикен? Чикен суп. Окей. Куриный супчик. О, в этот раз лучше. Все, приятного аппетита. Ну что, друзья, вот такой вот рабочий день с интересными моментами. С вас лайк, подписка. Пишите ваше мнение в комментариях, что вам показать, что вам больше нравится. И в следующий раз я приготовлю пиццу. Надеюсь, мне разрешат это сделать, потому что уже договорились. посмотрим. Ладно. Всем огромное спасибо и до встречи в новом ролике. Дальше будет еще интересней. Подписывайся. Ну что, друзья, будем сбривать бороду. Сказали, что категорически запрещено в этом проекте носить бороду на кампузе. Поэтому будем менять имидж. Ну что, готовы? Капец. Просто капец. Ну а на сколько лет я выгляжу моложе теперь? Очень непривычно. Напишите в комментариях, мне идет или нет. Оно. Хорошо, что хоть голову брить не надо. Да, ну такие дела. Ну что, погнали работать. Ну что, друзья, добро пожаловать на канал. Доброе утро. За вчерашний день опять дважды была оставлена открытой две холодильника. Поэтому идем проверим, что там. Плюс с утра забыли приготовить рис. У нас большая часть судового экипажа это филиппинцы. А без риса, сами знаете, работать тяжело. Поэтому еще одна карточка по поводу питания. Но приехал новый шеф, дневной повар. И по вчерашнему ужину было видно, что он с опытом. Потому что было несколько видов овощей, было несколько гарниров. Мясо было не жесткое. Поэтому, я думаю, все наладится. И постепенно мы введем еще и европейские блюда. Так, начинаем, конечно же, с кофейка. И идем проверять температуру, холодильники, заготовки, меню. Все в этом роде. Здесь еще по условиям проекта должны брать пробы еды с каждого приема пищи и хранить их 3 дня. Если кто-то отравится, чтобы взять эту пробу и проверить, действительно ли это из еды или нет. На завтрак у нас сосиски в томатном соусе. Рис на этот раз не забыли. Пирог с курицей рваный. Плюс яичница жареная. Это у нас корень маньоки, овсянка и какао. Скромно, но что поделать, больше у нас ничего нет такого для разнообразия. Вчера провели инвентаризацию всех продуктов. Что, чего у нас осталось, потому что провизия приедет не скоро. Провизия приедет через неделю. Ну, уже чуть меньше. Нет, чуть больше. А, нет, чуть меньше. Было 10 дней. Сейчас где-то через 7 дней. Вот. Тоже много просрочки выкинул. Все перебрал. Европейские продукты использовать в проекте нельзя. Поэтому мы их будем использовать для своих блюд. Ну, тоже, да. Те же самые продукты. То есть тот же чили соус бразильский или европейский. Но его использовать нельзя. Состав один и тот же, чтобы вы понимали. Ладно. То есть, чтобы зарабатывали больше в стране, наверное. Продуктов мало. И на данный момент надо как-то выкручиваться, что-то выдумывать. Сейчас вот обсуждаем блюдо с новым шефом. Говорит, что типа, если что, подсказывай. Если что, там, советую какие-то новые блюда. Я готов. Я открыт предложением. Я готов учиться туда-сюда. То есть, парень молодец. Открытый. Ответственный. Вот. И главное, что с опытом. Так будет проще поставить работу. И уже видно, что на камбузе есть один хотя бы ответственный человек. Потому что остальные... Такое ощущение, что в команде никогда не работали. То есть, каждый сам за себя. Что-то там увидел, что-то упало. Он все мимо прошел. Не поднимает ничего. Никому ничего не помогает. Не говорит. Вот чисто вот на своем процессе. Поэтому еще работать и работать. Но просто момент в том, что через две недели приедет. Уже даже меньше. Через неделю приедут новые люди. И вот та команда, которая была. Из нее-то, может быть, из одиннадцати человек вернется два человека. Ну, камбуз и там еще, может, два повара. Или, может, повар и стюарт. То есть, там еще даже не все вернутся. Потому что тогда они уже не устроили своей работой безответственностью и неопытностью. То есть, пришлют новых людей. И непонятно, будут ли они с опытом. Будут ли они такие же самые. Но скажу я вам, что вот эти вот два парня, которые приехали в этот шифт без опыта, работают отлично. Потому что у них нет вот этих, знаете, в голове своих стандартов. Что, типа, мне все равно, что ты говоришь. Я знаю, как работать. Я буду работать по своим правилам. То есть, он первый раз на судне. Ты ему сказал, что смотри, мы работаем вот так, 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 так. По такому сценарию. И он по этому сценарию и работает. То есть, он не спорит, не огрызается, что нет, я так не буду делать. Нет, я лучше вот так и сделать. Он все следует правилам. Он приехал работать, он работает. Вот эти ребята вообще молодцы. Вот. Ну, к остальным тоже вопросов нету. То есть, единственное, что надо направлять. Вот. Так, стараемся, стараемся увеличить качество подачи блюд. Качество обслуживания, качество уборки. График уборки составить. Потому что тоже все как-то так в разнобой. Ночью стюардов нету. Система очень непонятная мне. То есть, на борту, ну, больше сорока человек. Стюарда только дневные. Прачечная только дневная. Системы в прачечной, то, что стирает только стюард, нету. Каждый себе зашел, одну футболочку кинул. И стиральная машинка на 10 килограмм маслает вот это вот в пустую, можно сказать. Порошка накидают тоже вот это вот. Вместо того, чтобы одну четвертую стаканчика насыпать порошка на их объем вещей. Они сыпят два стакана полных. Это все. Пена выходит. Они стирают потом еще раз уже без порошка. Это все время. Это все износ машинки. То есть, уже одна машинка поломалась. Машинка, которая могла, ну, лет 20 работать в обычных условиях, да, домашних. Здесь она за неделю сломалась. И не из-за того, что большой наплыв людей, а просто из-за неправильного использования. Это все вот надо беседовать, это все надо рассказывать. Должен быть принцип работы одинаковый для всех. Человек пришел, например, в прачечную. Есть ящик для грязного белья персонального, да, типа там футболок, шорт. Есть для рабочей одежды. Есть для комбезов, для овероллов. Ты пришел в ящик, кинул свои вещи. Стюарт всегда на смене. Днем. То есть, он либо на нижней палубе, либо на верхней палубе. У нас две прачки. Нижняя и верхняя. То есть, это общая и там уже Малин Крю. Он пришел, взял этот мешок, который там лежит. Закинул стиральную машину. Если в мешке мало, то он подождал, пока еще кто-то принесет. И закинул два мешка. Все. То есть, ну, по такому принципу работать. По-другому никак. Либо ломается оборудование, либо перерасход моющего, либо еще что-то. То есть, много моментов. А когда тут будет 100 человек? Как они будут работать? Я с вами, друзья, беседую, рассказываю свои мысли. Ни в коем случае не жалуюсь. Просто, чтобы вы понимали, какая обстановка и какая работа уже проделана для того, чтобы добиться хоть какого-то результата. Я в такой, конечно, ситуации первый раз, чтобы мало того, что люди приехали без знания языка и большинство из них без опыта. Без опыта работы, мало того, что на судне, так еще и в команде, так еще и хай стандарт. Много нюансов мы прорабатываем сейчас. Много чего показываю. Много чего мы обсуждаем. То есть, у нас 3-4 раза в день митинг, собрание. Мы обсуждаем ошибки, которые я увидел. То есть, нюансы, моменты в работе, как улучшить ее, как улучшить график, как улучшить систему. Я не все снимаю, потому что много людей. Некоторые тоже не хотят, чтобы их снимали. Много тоже там постеров, вывесок. Это тоже нельзя снимать, ну, на самом судне. Поэтому стараюсь снимать там, где можно и показывать вам то, что можно. Так что, друзья, поддержите меня подпиской, лайком. Погнали пить кофе. Тут еще момент в том, что объясняй, не объясняй, что после каждого использования во время, ну, например, завтрак, обед и ужин, после каждого приема пищи надо менять воду. Приходится это делать мне. Потому что лучше я лишний раз это проверю. Убежусь в том, что вода реально чистая. Чем потом стиральная машина добьется, поломается и так далее. Дальше. Я вам щас. Как instig 1. сложного вынимаем оглушку вода стекает вода стекла вставляем ее обратно закрываем машину вода набирается и в конце дня уже вот эти все решетки моем и моем стенки с моющим с четкой все закрыли все и вода пошла все элементарно просто просто следуйте действия смотрите друзья это и не возле стены стою это такой густой туман вообще сотрите хоть топор вешай и рыба плещется может попадет на камеру вчера обсудили с новым шефом меню предложил ему сделать сегодня киш лорен с курицей посмотрим нужно сделал тесто посмотрим какой он киш сделает и сказал что в этот раз пиццу готовлю я они говорят типа ну хорошо а ты сделаешь сладкую пиццу от коней ребят сладкая пицца с бананами это типа ваша национальная поэтому делайте сами я сделаю свою пиццу вы знаете какая у меня пицца вот поэтому сделал свою там всего надо будет около 8 пиц из которых две сладкие вот поэтому с меня 6 пиц правда ингредиентов маловато ничего но это все равно будет через несколько дней в следующих роликах вот и поговорил с ночным поваром который сейчас делает заготовки он подготавливать час овощи на салат и кинул запекать свеклу тоже кусками так они особо так не заморачиваются по салатам то есть если это например тыква в качестве салата то это просто нарезаны пусками тыквы и все там с апельсинами и перемешали я говорю смотри давай сделаем так свеклу ты запекаешь потом ее на терочке натираешь добавляешь немножко чесночка добавляешь немножко майонеза это все заправляешь залетит как дети школу ну это хорошо давай еще раз спросил уточнил какие пропорции насколько показал объяснил посмотрим будет сегодня свекольный салатик с майонезом чесночком красота так давайте проверим прачечную на верхней палубе здесь у нас все чистенько молодцы фильтр молодцы так подписи все стоят все ставится тоже отлично все надо было просто объяснить дальше вот эта команда то сейчас работает молодцы выполняют свои обязанности тут все чистенько все стоит на своих местах супер молодцы продукты есть такие основные вот так что дотянем я думаю до провизии вот единственный момент что нету свежих продуктов это да там осталось там осталось две капусты картошка и немного лука ну и свекла вот в остальном вот тоже вчера перебрал здесь еще выкинул ящик хлопьев хлопьев просроченных сейчас тут сто процентов все свежее сказал комбозу чтобы она составила лист вот такой вот с просрочками чтобы все было на виду чтобы мы знали что есть продукт который там заканчивается срок годности у него через месяц неделю и что его надо использовать в первую очередь либо там много осталось продукта который надо выработать до окончания срока годности вот если работаем просто чаще всего если ты работаешь не сам а в команде лучше составлять такие списки и вести учет продуктов которые со сроком годности коротким потому что когда ты сам ты знаешь что у тебя на остатке что надо использовать в первую очередь и так далее когда в команде лучше иметь вот такие вот списки надо бы вот оборудование заказать резинок у нас есть колонка в спортзале и небольшая неприятность произошла сломался ролик такой вот вот здесь вот поломался хороший аппарат так я надеюсь что механики починят они у нас с огромнейшим опытом так здесь у нас прачечная для рабочей одежды то есть комбинезонов это камбузная машинка ее сейчас чинят потому что ее поломали тряпками которые я говорил которые проводили собрание насчет них их нельзя использовать потому что они ломались стиральные машины вот стоят корзины для грязных личных вещей и для грязных комбинезонов то есть все отдельно и мы хотим сделать такую систему что люди приносят laundryman это все стирает и потом разносит на каждом мешке должен быть номер каюты разносит и там на ручку например вешает или поручень рядом возле каюты и все так проще и человек опытный он знает как пользоваться этими машинками не надо будет переживать что-то придет не ту кнопку нажмет или насыпет там килограмм порошка вот все должно быть профессионально уже распогодилось туман ушел рыба плещется тепленько но высокая влажность не успел снять закуску на кофе тайм там были рулеты с ветчиной сыром получились очень вкусные потому что прям все сразу съели и сегодня у нас как обычно это черная фасоль рис белый рис черный потом киш лорен с курицей спагетти с томатным соусом печеный кабачок с чесночком корень маньоки по стандарту и печеная говядина со свежим луком в соевом соусе очень вкусно выглядит и я уверен что это будет тоже очень вкусно на вкус на вкус вкусно так и белый рис не заправлены также будут еще салаты но попозже еще время есть так проверяем температуру все записываем выдаем салаты и можно открываться так надо проверить чтобы мясо было не жесткое мясо мягчайшее но очень соленое так так поговорили сейчас с шефом потому что переборщил он солью и я предложил добавить сметану или сливки чтобы сбалансировать вкус то есть ну он немного заберет на себя соль посмотрим что скажут сегодня но я думаю что замечания будут потому что мы там соевый соус и еще он добавил крупную соль во время мариновки самого мяса попробуем исправить вот сейчас замешаем все и дадим в отдельную емкость чтобы отдельно было соусом ну все вместе тоже вот так сейчас попробую киш лоре перфектно да отлично по повар сделал такую закусочку сладкие сладкий арахис в карамели обалденно получился компот вот салатик давайте его попробуем тоже и песеная тыква с луком свежим ну слегка не допекли конечно светло я я нормально но хрустит но нормально нормально это получше чем просто кусками подавать и вот такой десерт еще это арахис залитый шоколадным кремом и посыпанным сахаром так ну нормально нормально киш лорен отличный так все в принципе можем выдаваться все готово так что приятного аппетита друзья тоже друзья обязательно напишите в комментариях как вам больше нравятся короткие ролики то есть примерно вот 20-30 минут одного дня либо делать 2-3 дня вместе чтобы больше показывать разнообразие блюд больше всяких рабочих моментов и так далее напишите короткие или длинные ролики вам больше нравятся а пока все будут обедать я схожу в спортзал позанимаюсь а потом приду тоже пообедаю все хорошо позанимался сейчас в душ переодеваюсь и пойду обедать надеюсь что они еще не собрались без 20-ти часа сейчас наемся свеклы с чесноком буду ходить пахнуть все приятного аппетита так и конечно же надо постоянно проверять чтобы они меняли воду в посудомоечной машине замотал притюжницу потому что ее в проекте нельзя будет использовать и чтобы ее не запачкали ну что настало время ужина у нас здесь фасолька рис рис филе хек автоматном соусе потом зеленый горошек овощи печеные и челагач жареный на гриле с жареным луком плюс еще там один рис не заправлен все приятного аппетита здесь у нас замаринованные продукты в холодильнике здесь на разморозку и наконец-то все проверили все расписали что до какого срок годности чтобы понимать то есть в этом холодильнике все так же самое как и на складе так что все под контролем теперь все работают четко ну что друзья вот и подошел рабочий день к концу на фоне заката продуктов конечно становится все меньше и меньше это проблема на данный момент и плюс ко всему много выбрасывается потому что еще не понятно сколько надо готовить так как каждый день мы не в работе сейчас каждый день приезжают то инспекция то визиторы то клиенты то работники по обслуживанию судна то есть заранее никто не предупредил не предупреждаю сегодня кстати и вчера сегодня вот да вчера и сегодня была проведена дезинфекция от насекомых поэтому я надеюсь что их больше не появится потому что стараюсь следить чтобы все было чисто чтобы все все убирали так что будем надеяться что этот контракт пройдет спокойно больше никаких нюансов не будет все отработают ответственно уверенно и без нюансов очень хотел хочется в это верить но посмотрим так что с вас подписка лайк с меня новый видос пишите ваше мнение в комментариях и до новых встреч дальше будет еще интересней